исчезает на расстоянии, они не могли сдержать вздоха восхищения, если бы они однажды смогли достичь уровня Нияня, то могли бы умереть без сожалений магистр Лефис наблюдал, как Ниянь исчезает в толпе зевак, с удрученным вздохом он тоже покинул площадь, это будет последний раз, когда он показывает свое лицо, новость о дуэли между Ниянем и магистром Лефисом потрясла всю базу игроков, победить НПЦ магистра 160 уровня было невероятным достижением, видео битвы были размещены в интернете и быстро распространялись по сети, Ниянь не заботился обо всем этом, его интересовали полученные в этой битве трофеи, сапоги скорости Абака легендарный, невозможно экипировать, требование, 1500 сила, 1200 ловкость, уровень 180, описание, этот предмет может носить только владелец проблеска из тьмы, это будет возможно только тогда, когда владелец соберет полный комплект, Абак высоко ценил свою силу, только могущественные могут стать тиранами, устраните всех предателей, свойства, защита плюс 1, 120, сила плюс 200, ловкость плюс 520, скорость передвижения 50%, стремительный бег 1, увеличивает эффект всех спасательных умений на 50%, скорость передвижения 300%, не складывается с другими навыками повышения скорости, продолжительность 10 минут, перезарядка 2 дня, завершение 7-8, примечание, этот предмет автоматически привязан к владельцу первого тома книги мира, проблеск из тьмы, он не может быть продан или потерян, бонусы скорости передвижения от сапогов скорости Абака были довольно впечатляющими, текущая скорость движения Нияня была на уровне 1393 единиц, это было в 3-4 раза больше, чем у обычных игроков на его уровне, молодой человек действительно был единственным в своем роде, ограничение скорости движения было равно 5000, обычно, независимо от того, насколько хорошо было ваше снаряжение, было почти невозможно достичь этого предела, тем не менее, с сапогами скорости Абака Ниянь мог достичь именно этого, все, что ему нужно было сделать это повысить свою обычную скорость передвижения до 1700 единиц, а затем активировать стремительный бег, Ниянь даже не мог себе представить такую скорость, скорость движения была разделена на 6 различных уровней, ниже 30 единиц было чрезвычайно медленным от 30 до 99, было медленным 100 до 299, средним 300 до 999, быстрым от 1000 до 2999, очень быстрым от 3000 до 4999, раздвигали пределы скорости, а достижение 5000 единиц было только слухом, Ниянь в настоящее время попал в разряд очень быстрых, ставя его далеко впереди своих соперников и соратников, например, при текущей скорости движения он может завершить стометровый рывок менее чем за 4 секунды, скорость была жизнью теневого танцора, Ниянь не мог себе представить, какое влияние на его силу окажет достижение следующих двух уровней скорости, теперь у молодого человека было 7 из 8 частей сета тирана Абака, к сожалению, он не имел ни малейшего представления о том, где может находиться восьмой и последний кусок, Ниянь пересматривал запись своего поединка с магистром Лефисом, в отличие от некачественных записей зрителей, в своем видео он ясно видел все движения магистра Лефиса, пониманием она Лефисом было не тем, что могли себе представить обычные игроки, эти кадры были определенно ценным материалом, демонстрируя истинную силу магистров, Танья, Сия и другие магистры все еще имели много возможностей для совершенствования, это определенно было бы полезно для них, Гухуай, я отправляю тебе отснятый материал, поделитесь этим с магистрами в гильдии, Ниянь послал запись до или Гухуаю, убедитесь, что это не просочится наружу, Гухуай был озадачен, какие кадры были настолько важны, парень некоторое время пролистывал отснятый материал, прежде чем выражение его лица сразу стало серьезным, несмотря на то, что прошло много времени с тех пор, как он сам занимался прокачкой, зачищал подземелья или сражался в ПВП, будучи исполнительным лидером гильдии племени невероятных людей, Гухуай мог сказать, что эти кадры бесценны, понял, я поделюсь этим с Янгспэр Раухауком и другими, я напомню им не делиться этим с кем-либо еще, сказал Гухуай, хорошо, Ниянь кивнул, орден искателей крови уже сделал свой следующий ход, нет, похоже, что они полностью исчезли, сказал Гухуай, хотя влияние племени невероятных людей охватило весь поверхностный мир, найти небольшую группу людей в таком огромном месте, как Веридейская империя, было несравнимо сложно, если они не могли найти орден искателей крови, не мог ничего сделать и Ниянь, он проверил свою шкалу опыта, оставалось 32% до 149 уровня, если молодой человек не выследит другого демонизированного лорда 180 уровня, ему было бы чрезвычайно трудно быстро поднять свой уровень, по оценкам Нияня, ему понадобится как минимум месяц, чтобы достичь 150 уровня с его нормальной скоростью прокачки, если молодой человек сосредоточится на охоте на элиты лордов, это может быть немного быстрее, я только что получил сообщение о том, что финансовая группа век вмешивается в подземный мир, многие игроки из племени демонов империи нежити направляются к поверхности, мы, вероятно, столкнемся с некоторыми проблемами, сказал Гухуай, а как насчет падшего ангела, спросил Ниянь, на поверхности мира было большое количество войск из падшего ангела, они тесно сотрудничали с племенем невероятных людей, исследуя сильные и слабые стороны корпорации ангела, пока в нескольких столкновениях обе стороны понесли значительные потери, война, охватывающая две империи, была на горизонте, они боятся понести серьезные потери, и так они участвовали только в нескольких небольших битвах, фактически, кроме того, что они заняли три небольших города в империи сатрин и возвели там оборонительные укрепления, они ничего не сделали, я чувствую, что у них есть свои планы, или, может быть, что-то случилось в подземном мире, я имею в виду, они еще не объединили империю нежити, сказал Гухуай, в настоящее время мы можем поддерживать отношения сотрудничества с падшим ангелом, но мы все еще должны сохранять бдительность, свяжись с ними и попроси посмотреть, могут ли они что-нибудь сделать в подземном мире и помочь нам ослабить некоторое давление, что касается игроков злой фракции, прибывающих на поверхность, у нас будет контракт с армией НПЦ Акарона, сказал Ниянь, его армия НПЦ уже насчитывала 10 тысяч человек, пришло время их бросить в бездну, независимо от того, сколько игроков из империи нежити и племени демонов прибывают, они не могут нам угрожать, я просто беспокоюсь, что члены нашей гильдии будут слишком заняты, имея дело с ними, чтобы прокачиваться или зачищать подземелья, если мы пошлем на это армию НПЦ, то сможем избавиться от лишней головной боли, Гухуай согласился с идеей Нияня, я пойду искать последний кусок сета тирана Абака, а также прокачаться, пока я этим занят, если что-то случится, немедленно сообщи мне, я тут же все брошу и поспешу к цели, хорошо, после разговора с Гухуайом, Ниянь вернулся в Акарон, чтобы пополнить запасы расходных материалов, а затем ушел прокачивать уровень, в течение следующих 20 дней Орден Искателей Крови появлялся еще пять раз, в первый раз они устроили засаду на команду племени невероятных людей, прокачавшую уровень в городе Блейз, убив более 200 игроков, во второй раз они устроили засаду и полностью уничтожили команду из 60 человек, которая собиралась запустить подземелье в Хильдерлоке, в третий раз они начали неожиданную атаку на одну из второстепенных крепостей племени невероятных людей в Несаде, убив более 300 игроков, прежде чем отступить, в четвертый и пятый раз они нанесли значительный урон в городе лунного света и калорий соответственно, помимо этих крупных инцидентов многие члены, проходившие выравнивание в одиночку или небольшими партиями, также погибли в корпусе кровавых, объединив все воедино, более 1600 игроков из племени невероятных людей погибли от рук членов Ордена Искателей Крови, каждый раз, когда Орден Искателей Крови устраивал засаду, ни я ни другие мастера приходили к месту происшествия, однако, прежде чем они могли прибыть, Орден Искателей Крови уже сбегал с помощью неизвестных свитков перемещения, мастера еще ни разу не увидели их, не говоря уже о том, что Орден Искателей Крови ни разу не наносил удары по одному и тому же месту, они начинали засаду, исчезали на несколько дней или неделю, а затем наносили удары куда-то еще, всякий раз, когда ни я ни другие приближались к ним, они уходили в одну из многих больших горных цепей, где было почти невозможно их найти, племя Невероятных Людей было слишком тонким, у Ордена Искателей Крови было бесчисленное множество возможностей для использования, племя Невероятных Людей чувствовали себя беспомощными против Ордена Искателей Крови, желая избавиться от этих вредителей, и лучше раньше, чем позже, им также пришлось столкнуться с внезапным наплывом игроков из племени демонов Империи Нежити, которые, похоже, слишком стремились столкнуться с ними. Великие Луга Абернати быстро превратились в главное поле битвы двух великих фракций, НПЦ войска Акарона были направлены в каждую деревню и оплот на территории и отвечали за поддержание мира и безопасности. Этого было достаточно для сдерживания по большей части, хотя все еще были игроки из подземного мира, которые осмеливались атаковать небольшую деревню то тут, то там. Гухуай провел некоторые вычисления, целых 6 миллионов игроков из племени демонов Империи Нежити активно бродили по Великим Лугам Абернати, некоторые были подкуплены финансовой группой Век, другие были обычными игроками, которые пришли сюда, чтобы получить славу. К счастью, племя Невероятных Людей не сражались в одиночку, ему помогало около 3 миллионов игроков из Веридейской Империи и Империи Сатрин. Члены племени Невероятных Людей могли только вздрогнуть при мысли о том, что им могло предстоять столкнуться с врагами в этом поединке, оставшись в одиночестве, их было бы меньше 10 к 1, это было бы катастрофой. Несмотря на то, что никаких реальных проблем в Великих Лугах Абернати до сих пор не возникало, из-за того, что так много игроков злой фракции, бродящих вокруг, Ниянь чувствовал себя крайне неловко. В качестве меры предосторожности он начал выставлять квесты с высокой наградой по всей Веридейской Империи и Империи Сатрин, направляя игроков со всех концов света в Великие Луга Абернати. Поскольку борьба между обеими сторонами усилилась, Ниянь чувствовал, что должно произойти что-то большое, он должен был спешить, Ниянь проверил окно своего квеста. Наконец-то появилась подсказка о последнем оставшемся куске сета тирана Абака, Афини, торговец драгоценностями в городе Блейс, известный огромным разнообразием редких драгоценных камней, которые продаются в его магазине, у него есть контакты везде, именно эти контакты предоставляют Афини только лучшие вещи. Несколько дней назад он получил часть снаряжения, которая была опознана как поножи из сета тирана Абака, невероятное открытие, которое оставило его бесконечно возбужденным. Тем не менее Афини недавно столкнулся с некоторыми проблемами. Похоже, мне придется посетить город Блейс, пробормотал Ниянь. Молодой человек собирался отправиться в город Блейс, когда Гухуай сообщил, что Орден Искателей Крови найден. Это время отличалось от предыдущего. Орден Искателей Крови не предпринял еще одну неожиданную атаку. Скорее всего, один из товаров первым сумел их обнаружить. Какова ситуация? Спросил Ниянь. Орден Искателей Крови сейчас находится в Великих Лугах Эбернате. Десять венгит демон обнаружил их в Золотых Степях. Так как он волновался, что потеряет их, то доложил тиран Николу их оплес в врагу, и они бросились к ним. Орден Искателей Крови до сих пор их не заметил. Они, очевидно, планируют охотиться на босса. Таким образом, они не будут сбегать в настоящее время. Тем не менее мы все равно должны добраться туда как можно быстрее. Мы не хотим дать им возможность снова сбежать, сказал Гухуай. Ниянь потер подбородок. Орден Искателей Крови владел большим количеством неизвестных свитков передачи. Если они бросятся туда без раздумий, эти ублюдки из Ордена Искателей Крови просто телепортируются и сбегут. Им нужен был надежный план. Даже если было невозможно полностью уничтожить Орден Искателей Крови, им нужно было убить как минимум достаточно членов, чтобы нанести им серьезный удар. Поскольку Орден Искателей Крови принадлежал фракции зла, передвигаться по поверхности было невероятно неудобно для них. Если кто-либо из их членов погибнет и не будет восстановлен в течение 30 минут, они будут возвращены на кладбище в подземном мире. Было бы несложно вернуться на поверхность, но это заняло бы много времени. Это было то, что должен был спланировать Ниянь. Они не могли дать Ордену Искателей Крови возможность оживить своих павших товарищей. Это был единственный способ по-настоящему разбить их и положить конец их буйству в Веридейской Империи. «Каков твой план?» — спросил Гухуай. «Сан, Кинг оф зе ворлд, Мистейкин Смайл, Ван Страйк Вау, Шадоу Киллер и я сначала устроим засаду на Орден Искателей Крови. Остальные последуют за нами. Раздай всем несколько свитков оков борьбы, чем больше, тем лучше», — сказал Ниянь. «Чтобы не насторожить Орден Искателей Крови, было бы лучше, если бы теневые танцоры пошли первыми». «Хорошо, я немедленно этим займусь», — ответил Гухуай. Ниянь открыл свой список контактов и добавил в свою команду Сана, Кинг оф зе ворлда, Танья и других. «Сан присоединился к вашей команде». «Янгспэр Раухаук присоединился к вашей команде». «Яяя присоединилась к вашей команде». «Когда команда была сформирована, голосовой чат мгновенно ожил. Босс, где они сейчас?» «Мы сбросим их задницы обратно в подземный мир». Андинг Скаундрил был чрезвычайно импульсивен. «Как только он услышал об Ордена Искателей Крови, он начал беспокоиться. Слушайте мои приказы. Все воры пойдут со мной первыми. Остальные из вас останутся как минимум на расстоянии трех тысяч метров позади нас. Не позволяйте Ордену Искателей Крови обнаружить вас. Их воры, вероятно, будут бродить вокруг как наблюдатели. Если кого-то из вас поймают, «Наша засада потерпит неудачу», — сказал Ни Янь серьезным тоном. «Возможности, подобные этой, редко представляются. Они определенно не могли позволить этому ускользнуть из их рук», — понял. «Кроме того они, вероятно, посадили кротов в нашей гильдии. Таким образом, мы должны держать эту операцию в секрете. Не говорите никому, с текущего момента все должны надеть плащи и скрывать информацию. Мы не можем позволить кому-либо узнать, что мы все направляемся в Акарон», — категорично сказал Ни Янь. Все они надели плащи и спрятали информацию о своих персонажах. После этого они отправились в пункты телепортации в своих городах и переместились в Акарон. Гухуай заставил своих подчиненных собрать большое количество свитков оков борьбы, предоставляя Ни Яню и остальным по два на человека. Свитки оков борьбы были крайне редки. С силой племени невероятных людей Гухуай сумел заполучить только около 50 из них, и парень заплатил за них большие деньги. Все это обошлось в кругленькую сумму в 300 тысяч золота. Ни Янь, Сан и другие теневые танцоры отправились первыми, а остальные участники остались в режиме ожидания в Акароне. Теневые танцоры телепортировались в небольшую крепость в Великих Лугах Абернати под названием Полиси. Выйдя из пункта телепортации, они бросились на север и вошли на карту под названием Золотые степи. Ни Янь позвонил в Хаплес фрагу. Где вы, ребята, сейчас? Каковы ваши координаты? Золотые степи, 38 587 99 085 887 9 незамедлительно сообщил Хаплес рог. Ни Янь подтвердил местоположение координат. Шесть теневых танцоров активировали штормовой шаг и бросились к своей цели. Пройдя через Желтую пустыню в течение пяти минут, команда Ни Яня увидела свою цель на расстоянии. Орден Искателей Крови выглядел как обычная команда, уничтожающая монстров. Воры заманивали полчища пустынных ящериц Голиафа к определенному месту. После достижения указанной области магия обрушивалась на монстров с небес. Все заклинания были областного детвия. Эта группа, насчитывающая довольно много членов, находилась в боевом построении. Увидев пару серебряных крыльев на спине, Ни Янь подтвердил, что эти игроки из Ордена Искателей Крови. Где вы двое? Спросил молодой человеку Тиран Никола и Хаплес фрага. Получив ответ, Ни Янь посмотрел на желтые пески на юге. Когда взгляд парня упал на определенную область в двухстах метрах от него, молодой человек пристально посмотрел на них. Оба вора хорошо спрятались. Примерно через минуту Сан, Кинг оф Зе Ворлд и другие также прибыли. Нирвана Флейм, мы здесь, сказал Кинг оф Зе Ворлд. Восемь воров были укрыты в скрытности на достаточном расстоянии от Ордена Искателей Крови, наблюдая за каждым их движением. Под плотным градом магии пустынные ящерицы Голиафа падали толпами. Соберите добычу, приказал Бладдевилл. Дарк Шадоу огляделся вокруг и сказал. У меня неприятное ощущение, что сегодня произойдет что-то плохое. Мы были на поверхности так долго, но не столкнулись ни с одной проблемой. Плюс у финансовой группы Век и корпорации Ангела много сумасшедших кротов в племени невероятных людей. Если они сделают ход, мы узнаем об этом заранее. Так что подумай еще раз, уверенно сказал Бладдевилл. Они уже так много раз отбрасывали племя невероятных людей, о чем беспокоиться. Может быть, ты и прав, усмехнулся себе под нос Дарк Шадоу. Он только чувствовал общее беспокойство. Что касается того, откуда оно взялся, парень не мог указать на это. Он не обнаружил ни следа Нирваны Флейма и других. Из-за расстояния он никак не мог их обнаружить. Этому ползучему чувству беспокойства не было никакого объяснения. Чутье, сказал Дарк Шадоу себе. Таким образом, он не обращал на это особого внимания или, может быть, был просто уверен, что племя невероятных людей ничего не сможет с ними сделать. Босс, мы собрали всю добычу. Собираемся ли мы сейчас охотиться на лорда Голиафа в пустыне? Давайте уничтожим еще несколько волн пустынных ящериц Голиафа, сказал Бладдевилл. Услышав слова Бладдевилла, воры направились в пустыню, чтобы заманить больше мобов. Я получил видео от одного из моих друзей из праведной фракции. Посмотри. Финансовая группа Век на самом деле думала, что не стоит об этом сообщать. Какая шутка, сказал Дарк Шадоу. Он поделился видео с Бладдевиллом. Бладдевилл посмотрел. Это было видео, в котором Нирвана Флейм сражался с магистром Лефисом. Думаешь, ты сможешь победить этого магистра? Спросил Дарк Шадоу. Несмотря на то, что они были друг с другом все время, он никогда не видел, чтобы Бладдевилл показал свою истинную силу. Это было потому, что лидер Ордена Искателей Крови никогда не хвастался больше, чем необходимо. Он всегда немного сдерживался. Случаи, когда он должен был выложиться на все сто, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Бладдевилл нахмурился. Я не подхожу в качестве противника для этого магистра. Бладдевилл не будет лгать в подобной ситуации. Дарк Шадоу не сумел сдержать вздоха. Казалось, что между Нирваной Флеймом и Бладдевиллом все еще оставался большой разрыв. Чем внимательнее Бладдевилл рассматривал видео, тем сильнее он боялся. То, что Нирвана Флейм сумел достичь такого уровня известности, определенно не было делом случая. Скорее всего, он добился этого своими силами. После просмотра видео Бладдевилл возился с рукоятью своего меча. Он знал, что они оба встретятся однажды. Нирвана Флейм был определенно самым сильным противником, которого он когда-либо видел. По оценкам самого Бладдевилла, его шансы на победу были менее 10%. Нирвана Флейм походил на непреодолимую гору. Бладдевилл горько улыбнулась. Он понятия не имел, что можно сделать, чтобы победить Нирвану Флейма. Возможно, если бы Бладдевилл мог получить мгновение понимания и перейти от Сереброкрылого к Златокрылому, у него мог бы быть шанс, Бладдевилл закрыл видео. У него не было никакого желания вступать в конфликт с Нирваной Флеймом в ближайшее время. Убив еще несколько волн пустынных ящеров Голиафа, команда села отдохнуть. Отдыхайте, ребята. Мы собираемся охотиться на лорда Голиафа в пустыне, сказал Бладдевилл. Те, кто устал, сели и выпили несколько зелий. Лишь несколько воинов все еще стояли и смотрели вокруг, служа охранниками. Босс, они отдыхают. Мы идем сейчас, спросил Тиран Никол. Хаук, как близко вы, ребята, спросил Ниянь. Мы на расстоянии около трех тысяч метров от вас, сказал Танья. Хорошо, готовьтесь к перемещению, сказал Ниянь. Как только он дал приказ, восемь теневых танцоров приблизились к Ордену Искателей Крови. Со всех сторон Орден Искателей Крови охотился на пустынных ящеров Голиафа. Ниянь полагал, что пройдет некоторое время, прежде чем они перейдут к боссу. Видя, как их члены садятся, чтобы восстановить свое здоровье иману, он не хотел больше ждать. Это была хорошая возможность нанести удар. Ниянь и другие воры медленно приближались к игрокам Ордена Искателей Крови. Взгляд Нияня упал на Бладдевилла. Вражеский лидер. В идеальном развитии событий следовало сначала убить его, а затем уничтожить остальных. Однако это было лишь желаемое, но не действительное. Это был самый известный эксперт в Ордене Искателей Крови. Ниянь не хотел рисковать, боясь, что противника будет убить сложнее, чем ожидалось. Ниянь сосредоточил свое внимание на некоем темном фанатике. Он был одет в черную одежду с капюшоном, который скрывал лицо. Но экипировка этого парня была лучшей среди присутствующих здесь темных фанатика. На его фигуре было как минимум два предмета легендарного ранга. Учитывая, где он стоял, Ниянь мог сразу сказать, что темный фанатик был номером один в Ордене Искателей Крови. Темные фанатики были священниками племени демонов. Если бы Ниянь убил темного фанатика номер один из Ордена Искателей Крови, это определенно было бы более значимым, чем убийство самого Бладдевилла. Дюжина или около того игроков стояли рядом с темным фанатиком. Однако ни один из них не оказался слишком осторожным. Игроки из Ордена Искателей Крови еще не обнаружили угрозы, нависшей над ними. Эти ребята считали, что находятся в абсолютной безопасности, и что племя невероятных людей не сумеет их найти. Все они даже не подозревали, что восемь теневых танцоров быстро приближались к ним. Игроки Ордена Искателей Крови все еще счастливо беседовали друг с другом в пылкой дискуссии о дневном урожае. Босс, я нахожусь на позиции, сказал Тиран Никол. Аналогично, я тоже на месте. Сан, Кинг Ковзе Ворлд и другие пять воров уже были в десяти метрах от Ордена Искателей Крови. Каждый из них определил для себя цель. Ниянь измерил расстояние между собой и своей целью. Оно составляло около семи метров. Пришло время действовать, я достану этого темного фанатика. Но сначала послушайте, ребята, вот как мы собираемся это сделать, Ниянь сказал. Он быстро объяснил их план битвы. Молодой человек внезапно бросился вперед со слепительной скоростью и ударил мечом Зинарда в затылок темного фанатика. Движения Нияня были слишком быстрыми. Переход от засады до стремительной атаки по цели составлял всего лишь доли секунды. Такая скорость не может быть воспроизведена в реальной жизни, только внутри игры. В этот момент игроки из Ордена Искателей Крови были совершенно беззаботными и расслабленными. У них не было чувства опасности или настороженности. Ниянь был слишком быстр, сумев застигнуть их врасплох. У игроков не было времени, чтобы среагировать. Большинство даже не увидели, как силуэт вора промелькнул мимо них. Чувствуя, что что-то не так, темный фанатик попытался сбежать. Его ступня повисла в воздухе, а посох все еще был опущен, когда Нияня глушил парня удушающим ударом. Нирвана Флейм прижал лезвие меча Зинарда к горлу темного фанатика и использовал перерезание горла. ПССС и ФХТ. Кровь брызнула, когда темный фанатик упал замертво на землю. Игроки Ордена Искателей Крови наконец отреагировали. Босс, это Нирвана Флейм. Раздался панический голос. Блад Девилл не был слепым. Еще до того, как этот игрок начал кричать, он уже атаковал Нирвану Флейма. Между ними было всего 6 метров. Теневой вальс. Ниянищес из поля зрения Блад Девилла. Затем он снова появился рядом с чернокнижником Дроу и ударил мечом Зинарда. 13-888. Мгновенное убийство. Игроки Ордена Искателей Крови, покоящиеся на земле, быстро поднялись на ноги. Их первоначальное замешательство и паника быстро прошли, сменившись сосредоточенным спокойствием. Казалось, у них был план, подготовленный специально для такого сценария. Видя, что он успешно привлек их внимание, Ниянь в голосовом чате закричал. Убейте ли их, когда слова покинули рот Нияня, Сан, Кинг оф Зе Ворлд и другие теневые танцоры начали свои смертоносные атаки из засад. ПСФХТ, ПСФХТ, ПСФХТ. Семь струй крови фонтаном брызнули в воздух. Семь игроков из Ордена Искателей Крови были мгновенно убиты. Какая куча мусора. Такие медленные, заметил Тиран Никол. По отдельности эти игроки из Ордена Искателей Крови не могли сравниться с мастерами праведной фракции. В основном они полагались на командную работу и координацию. Против обычных игроков этого было более чем достаточно. Тем не менее в данном случае это попросту не сработает. Будь то их скорость реакции, адаптивность или любой другой показатель, они проигрывали Ниюню и компании. Поэтому, когда Сан и другие устроили им засаду, члены Ордена Искателей Крови не были достаточно быстры, чтобы среагировать. Такие игроки, как Сан, Кинг оф Зе Ворлд и Мистейкин Смайл не упустят такую хорошую возможность. Но и не следует недооценивать игроков из Ордена Искателей Крови. После краткого замешательства они быстро вошли в боевой порядок. Игроки Ордена Искателей Крови разделились на несколько человек, и каждая выбрала цель. Я хочу, чтобы Нирвана Флейм умер. Бладдивилл кричал тяжелым тоном. Он с большим трудом пытался успокоиться прямо сейчас. Ярость в сердце лидера Ордена Искателей Крови была похожа на извержение вулкана. За короткое время они уже потеряли девять человек. Во всех битвах, в которых они до сих пор сражались, это было впервые, когда произошло нечто подобное. Бладдивилл приблизился к Нирване Флейму. Он вскочил в воздух и обрушился на врага своим двуручным мечом. Видя, как Бладдивилл обрушивается на него, Ниянь превратился в размытое пятно, но, когда вокруг него появилось несколько остаточных изображений, он использовал шаги иллюзии, чтобы уклониться от атаки Бладдивилла. За это короткое время, хотя никакие навыки или заклинания не использовались, Ниянь начал смотреть на Бладдивилла в совершенно новом свете. Чтобы иметь возможность реагировать так быстро, лидер Ордена Искателей Крови был определенно достойным противником. Пока Бладдивилл раскалывал землю своим двуручным мечом, Даркшадау набросился на безумного разбойника со стороны. Его двойные клинки выглядели как прожилки метеоров. Увидев два клинка, Ниянь поспешно поднял меч Зенарда, чтобы заблокировать атаку. Кланг. Ему удалось заблокировать одну из атак, однако другой клинок пробил защиту молодого человека. Он поспешно отступил назад и выгнул тело назад. Лезвие пронеслось мимо его живота, всего в дюйме от его поверхности. Даркшадау развернулся и снова ударил двумя клинками вперед. Его скорость атаки была даже немного выше, чем у Нияня. Фехтовальщики парных клинков были чисто ориентированным на ловкость классом. Ловкость увеличивала силу атаки, скорость передвижения и скорость атаки. Они часто даже отказывались от других характеристик, а иногда даже пренебрегали своим снаряжением. Все в попытке поднять свою ловкость как можно выше. Клинки Даркшадау снова опустились. Бладдивилл также напал Нияня, стремясь зажать того в клещи. Между тем, шесть игроков в непосредственной близости смотрели на Нирванов Лейма как волки. Видя, что ситуация была неблагоприятной, Ниянь отскочил назад и отступил. Не дайте им сбежать. Множество темных сфер света взметнулись в небо и осветили силуэты Нияня и других. Нирванов Лейм и его сопровождающие были в меньшинстве 8 к 1. Хотя сереброкрылые были слабее, чем мастера, они по-прежнему оставались наивысшим классом племени демонов. Те, кто мог успешно продвинуться к рангу сереброкрылого, были определенно экспертами. Кланг, кланг, кланг. Ниянь обменялся несколькими ударами с Бладдивиллом и Даркшадоу. Парень ничего не мог сделать с ними, потому что эти двое не дали бы ему возможность нанести ответный удар. Эти люди были быстры и скоординированы. Обычные атаки не сработают против них. Как и Ниянь, другие теневые танцоры также боролись с большим количеством врагов. Они могли только уйти в глухую оборону, уклоняясь влево и вправо. Не было возможности нанести ответный удар. Однако уклониться от этих атак было довольно просто для них. Пока у них не закончились навыки, теневые танцоры не умрут. Когда у ордена Искателей Крови появилось ощущение, что они одержали верх, один из их игроков по имени Бат с тревогой крикнул в голосовом чате. Босс! Приближаются другие мастера племени невероятных людей. Услышав слова Бата, Блат Девил ощутил, как его сердце сжалось. Посмотрев вдаль, он заметил по крайней мере 20 силуэтов, устремившихся к ним. Маги были самыми быстрыми, всего в нескольких шагах от зоны действия, чтобы атаковать игроков из ордена Искателей Крови. Воины и паладины были немного медленнее. Наши подкрепления наконец-то здесь с облегчением, сказала Сан. Он много страдал, пытаясь справиться с таким количеством игроков одновременно. Он почти умер. Ни я ни другие вздохнули с облегчением. Что касается игроков из ордена Искателей Крови, они начали паниковать. Всего минуту назад 9 из их членов были убиты. Они даже потеряли своего верного темного фанатика. Это был тяжелый удар по их моральному духу. Внезапно увидев, как много мастеров племени невероятных людей бросается вперед, они, естественно, почувствовали большое давление. Босс, что нам делать? Отступаем. Бладдивилл стиснул зубы. После того, как Нирвана Флейм и другие устроили засаду, их боевые порядки были испорчены. Объединив это с их ранними жертвами, они уже оказались в проигрыше. Ордену Искателей Крови оставалось только отступить или понести серьезные потери. Что касается игроков, которые умерли, им придется вернуться в подземный мир. Видя, что игроки из Ордена Искателей Крови выглядят так, как будто они хотели отступить, Ниянь усмехнулся. Хотите сбежать? Не так быстро. Активируйте свои свитки оковы борьбы. Заблокируйте как можно больше этих ублюдков, крикнул Ниянь. Молодой человек достал из сумки свиток оковы борьбы. После произнесения нескольких слогов он нацелился на Бладдивилла. Уходишь так скоро? Почему бы тебе не остаться и поиграть с нами немного дольше? Помимо Нирваны Флейма, другие теневые танцоры также активировали свитки оков борьбы. Видя, что оковы борьбы сработали, Ниянь рассмеялся. Давайте посмотрим, куда вы, ребята, убежите. В этот момент, наконец, прибыли Танья, Андинкскаундрилл и остальная часть группы поддержки, полностью окружив игроков из Ордена Искателей Крови. Несколько членов Ордена Искателей Крови телепортировались прочь. Тем не менее, девять участников, включая Бладдивилла, обнаружили, что их неизвестные свитки и перемещения не работают. Черт! Босс! Мы были заблокированы оковами борьбы! Выругался Отмгаст. В этот момент прибыли магистры. Больше не было возможности сбежать с помощью неизвестных свитков перемещения, так как магистры могли просто перетащить их назад, когда они телепортируются. Бладдивилл обдумал сложившуюся ситуацию. После первоначальной засады они потеряли девять игроков. Еще двенадцать телепортировались с помощью неизвестных свитков перемещения. Это означало, что из первоначальных шестидесяти игроков у них оставалось только тридцать девять. Для этих тридцати девяти игроков было бы невероятно трудно найти другую возможность сбежать. Они могли сделать только одну вещь – выложиться изо всех сил. Бладдивилл огляделся. Все члены его команды уже сталкивались с противником. Тем временем игроки, которые телепортировались с тревогой, бомбардировали голосовой чат вопросами. Босс, что происходит? Где вы, ребята? Мы были заблокированы оковами борьбы. Все вы, верните свои задницы сюда. Поторопитесь, ответил Бладдивилл. Он повернулся к Дарк Шадоу и остальным. Шадоу мы будем заняты Нирваной Флеймом. Остальные – боритесь с ними всеми силами, что у вас есть. Убейте столько ублюдков, сколько сможете. Орден Искателей Крови все еще пользовался численным преимуществом. Добавьте их необычную боевую тактику и безупречную командную работу, и они не были в невыгодном положении, по крайней мере, не настолько, чтобы быть полностью уничтоженными. Мусор из Ордена Искателей Крови. Сегодня мы пришли, чтобы забрать наши долги. Не говорите мне, что вы все такие слабые. Закричал Респлендент Блейдлайт, когда он ворвался в толпу игроков Ордена Искателей Крови. Бладдивилл, Дарк Шадоу и несколько других держали Нирвану Флейма в узде, пока он ничего не мог внести в битву, что касается других мастеров, то самым страшным был, несомненно, Блейдлайт. Он был как железная крепость. Никто не был достаточно силен, чтобы нанести ему реальный ущерб. Два чернокнижника Драу нацелились на Блейдлайта несколькими проклятиями, увидев, что он бросился к ним. После чего они присоединились к другим заклинателям, обстреливая его магией. Дарк Реквием немедленно поднял меч, чтобы скастовать развеивание заклинаний. Белый свет упал на Респлендента Блейдлайта, рассеивая проклятие. Бенг, Бенг, Бенг. Более десятка заклинаний ударили Блейдлайта. Однако игроки из Ордена Искателей Крови были ошеломлены. Их глаза подшучивали над ними или их умения действительно наносили не более одной-двух сотен урона. Что это за странная защита? Мистический фехтовальщик поднял свой посох, заколдовывая меч в другой руке бушующим пламенем и наделяя себя скоростью бегущего по ветру. Затем он бросился к спине Блейдлайта и ударил мечом. Значение урона, равное 100 единицам, всплыло над головой Респлендент Блейдлайта. Его глаза расширились от шока. Снаряжение Блейдлайта слишком опережало всех остальных. Особенно это касалось Баршинок щита Дракуру. Свойства этого щита заставили его защиту достичь невероятно высоких уровней. Обычные классы ближнего боя могут нанести ему лишь несколько десятков единиц урона. Не говоря уже о том, что их атаки чаще блокировались. Что касается магов, чернокнижников и мистических фехтовальщиков, их более мощные заклинания едва наносили две сотни урона. Для кого-то со здоровьем более 130 тысяч этот урон был незначительным. Босс защита этого парня слишком высока. Мы не наносим ему никакого вреда. Блейдлайт напал на фехтовальщика парных клинков. Сильной стороной фехтовальщика парных клинков была их высокая скорость атаки. Этому парню требовалось очень короткое время, чтобы размахивать своими лезвиями и вызывать поток шквальных атак. Длинная цепочка значений урона поднималась над головой Блейдлайта. Ни один из них не наносил более нескольких десятков урона. Респлендент Блейдлайт ударил своим мечом. Бенг. Фехтовальщик парных клинков был отправлен в полет. Перед непробиваемой защитой Блейдлайта большинство людей будут беспомощны. Только такие, как Ни Янь, Танья и Сия, могут представлять угрозу. Итак, он косил всех на своем пути. Куда бы чемпион ни шел, игроки Ордена Искателей Крови отступали в страхе. Бенг. Бенг. Два фехтовальщика парных клинков, которые пытались сблизиться с Танья и Сия, были немедленно уничтожены заклинаниями. Босс, что нам делать? Мы им не противники. Мы только что потеряли еще трех участников. Отм. Гаст с тревогой вскрикнул. Видя, что Нирвана Флейм легко держится против Бладдевилла, Дарк Шадоу и еще нескольких, парень, наконец, должен был признать, что его первоначальное суждение было неверным. Бладдевилл был одним из трех сильнейших игроков племени Демонов. Дарк Шадоу также без проблем попадет в пятерку лидеров. Однако, даже несмотря на то, что эти два игрока работали вместе, они все еще были беспомощны против Нирваны Флейма. Это полностью перевернуло чувства игроков из Ордена Искателей Крови. Не говоря уже о Респлендент Блейдлайте, Янгспэр Раухауке и других, которые были невероятно сильны. Что это были за люди, раз для них не составляло труда убить врага, даже будучи в меньшинстве? Орден Искателей Крови пронесся через все племя Демонов и Империю Нежити. Их боялись все лучшие команды и гильдии в подземном мире. Даже после прибытия на поверхность все было по-прежнему. Никто не был для них противником. Гордость заполнила каждый уголок существа этих игроков. Тем не менее, эта же гордость была полностью подавлена Нирваной Флеймом и другими. Орден Искателей Крови был доведен до ужасного состояния всего за несколько коротких мгновений. Несмотря на то, что это была засада, на силу группы Безумного Разбойника нельзя было смотреть свысока. Бладдивилл не мог понять, почему в племени Невероятных Людей было так много мастеров, когда другие гильдии изо всех сил пытались создать всего несколько. Босс, что мы делаем? В таком случае мы собираемся их уничтожить. В этот момент игроки, которые телепортировались с помощью неизвестных свитков перемещения, наконец-то вернулись. Они быстро вступили в бой. К черту все это. Братья, мы изо всех сил. Не позволяйте им смотреть на нас высоко. Бладдивилл кричал, видя, как члены его команды падают, как мухи, умирая один за другим. Он не мог больше сдерживаться. Черт возьми, даже если я умру, я возьму с собой хотя бы одного из них. Один из фехтовальщиков парных клинков выругался. Оба его клинка превратились в ярко-зеленый цвет. Это было одним из умений фехтовальщика парных клинков, которые зачаровывали его клинки ядом. Фехтовальщик парных клинков выпил зелье скорости. Воспользовавшись брешью в обороне, он переместился к саммирбагу. «Ты хочешь умереть?» — крикнул Андинг Скаундрил. Он замахал своим посохом, выпуская одно заклинание за другим фехтовальщика парных клинков. Фехтовальщик парных клинков внезапно вскочил в воздух и выпустил поток ударов. Бенк, бенк, бенк. Заклинания Андинг Скаундрила были разорваны на части. Это Ориджин Скроул. Он один из трех лучших фехтовальщиков парных клинков в племени демонов. Сам мирбаг узнал, что фехтовальщик парных клинков напал на него. Он быстро отступил и взмахнул своим посохом, выпустив магический удар. Этот парень довольно известный. Несколько игроков в Ордене Искателей Крови были высоко оценены в списках лидеров племени демонов. Они были столпами команды. Сам мирбаг и Андинг Скаундрил объединились и взяли в клещи Ориджин Скроула. Они хотели его запереть. Каждое заклинание, соприкасающееся с клинком Ориджин Скроула, было немедленно разорвано. Всего в 30 метрах от сам мирбага он издал крик. Демоническая метаморфоза. Его глаза стали алыми и спускали демонический свет. Внезапно он появился перед сам мирбагом и ударил одним из своих лезвий, желая разрезать живот магистра. Его клинок оставил огненный след. Сам мирбаг поспешно отступил на несколько шагов назад, когда лезвия Ориджин Скроула пронзили его живот. Отражение. Сам мирбаг взмахнул своим посохом, когда его окружила сила отталкивания. Промах. Отражение не сработало. Сам мирбаг почувствовал, как его сердце сжалось. Увидев в приближении Ориджин Скроула, он быстро активировал тайную перезагрузку. Бенк. 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 Магистр сразу же выстрелил восемью огненными шарами. Молниеносные клинки Ориджин Скроула разрубили пять огненных шаров. Бенк. 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 Трое прошли и ударили его. Над его головой всплыла цепочка повреждений в диапазоне от шести до семи тысяч. У него оставалось лишь немного здоровья, всего где-то около пяти сотен. Фехтовальщику парных клинков очень повезло. Если бы даже одно из заклинаний сам мирбага было критичным, он был бы мертв. Заклинания Эндинг Скаундрила также разлетелись. Как только Ориджин Скроул должен был вот-вот упасть замертво, он активировал свое последнее умение. Его тело превратилось в красную вспышку, когда одно из его лезвий пронзило тело сам мирбага. Сам мирбаг был заморожен. Он был полностью обездвижен. Магистр изо всех сил пытался поднять свой посох. Однако лезвия Ориджин Скроула были похожи на танцующую молнию. ПСФХТ, ПСФХТ, ПСФХТ. Сам мирбаг был поражен несколько раз подряд. Всего за три секунды магистр получил семь последовательных ударов. Страшная скорость атаки фехтовальщика парных клинков была всем совершенно очевидна. Сам мирбаг упал замертво на землю. Это было, без тени сомнения, мгновенное убийство. В тот момент, когда Ориджин Скроул убил сам мирбага, два заклинания ударили его, сбив последний остаток его здоровья. Он также рухнул на землю. Глядя на два трупа на земле, у Эндинг Скаундрила было удрученное выражение лица. В конце концов, ему так и не удалось спасти товарища. Три игрока Ордена Искателей Крови бросились к нему. Парень не посмел задержаться и сразу же атаковал их. Все игроки из Ордена Искателей Крови были ветеранами битвы. У них было чрезвычайно высокое боевое мастерство. Ранее они были застигнуты врасплох Нирваной Флеймом и другими, поэтому и понесли потери. После непродолжительного периода паники они уже взяли себя в руки. Члены Ордена Искателей Крови знали, что Нирвана Флейм и другие не позволят им сбежать. Был большой шанс, что они сегодня будут уничтожены здесь. Это была битва на грани жизни и смерти. Загнанные в угол они сражались, как звери в клетке. Их яростное сопротивление доставило Нииню и другим много неприятностей. Босс Саммер Бак умер, сказал Андинг Скаундрил. Лейсу тоже погиб. После того, как Орден Искателей Крови потерял 19 игроков, племя Невероятных Людей также начала нести потери. Лейсу стал жертвой проклятий чернокнижников. Когда его характеристики были значительно снижены, несколько воров драу напали на него и оглушили, забив его насмерть. Хотя чернокнижники, возможно, не обладали наибольшим уроном, их проклятия были за гранью ужаса. Некоторые из более могущественных могут оставить игрока совершенно бессильным в бою. Только священники и паладины могли снять проклятие чернокнижников. К сожалению, в команде Нииня было только три священника и один паладин, и они были заняты врагом. Они не могли присматривать за всеми. Итак, жертвы были неизбежны. Блейдлайт, присмотри за снаряжением Лейсу и тем, что выпало саммербага. Не позволяйте врагу заполучить их предметы. Крикнул Ниинь в голосовом чате. Не волнуйся, со мной здесь никто не будет ничего брать. Респлендент Блейдлайт сначала проложил, точно бульдозер, свой путь к трупу саммербага, а затем к телу Лейсу. Он был как железная крепость. Никто не мог остановить респлендента Блейдлайта. Несмотря на ожесточенное сопротивление Ордена Искателей Крови, битва все еще шла в пользу племени невероятных людей. Нииню и другим мастерам было ментально очень тяжело. Они сражались медленно и неуклонно. Каждый из них противостоял как минимум трем противникам одновременно. Некоторые даже держались в одиночестве против пяти. Что касается тех, кто упал, их, к сожалению, застали врасплох. Потери для Ордена Искателей Крови начали увеличиваться. После того, как их потери превысили 20 человек, их боевой порядок начал разрушаться. Босс, мы не можем больше держаться. С тревогой вскрикнул в чате от Мгаст. Бладдивилл сжал кулаки. Его сердце было наполнено нежеланием признавать поражение. С момента открытия Цанвицтеон они никогда не проигрывали битву. Бладдивилл провел свой Орден Искателей Крови через бесчисленные поля сражений. Их имя вселило в каждого страх. Они никогда не боялись принять силу, многократно превышающую их собственную. И все же теперь, на этом поле битвы, где их было больше трех на одного, члены Ордена Искателей Крови рассыпались на части. Они даже не смогли выдержать ни одного удара от этих мастеров из племени невероятных людей. Мы еще не проиграли. Бладдивилл быстро отступил в сторону, затем закричал. Шадоу, прикрой меня. Дарк Шадоу сразу понял, что планировал Бладдивилл. Понял. Его взгляд упал на нирвану Флейма. Но парень только увидел размытое пятно, прежде чем потерять его след. Нервничая, он активировал свой зрительный навык Кровавые Глаза и быстро переключился на Безумного Разбойника. Он размахивал своими двойными клинками и бросился вперед. Бладдивилл отступил на десяток метров. Вынув золотой свиток из своей сумки, он начал петь, видя, как Кровавый Дьявол активирует высокоуровневый свиток. Ниянь почувствовал, как его сердце задрожало. Парень должен был остановить его. Когда Дарк Шадоу увидел, как Ниянь меняет направление, он бросился в сторону, чтобы перехватить его, крича с тревогой. Бат, Гаст, помогите мне остановить его. Дарк Шадоу был намного ближе к Бладдивиллу, чем Ниянь. Он заблокировал путь Безумного Разбойника вперед и нанес удар двумя короткими мечами. Ниянь переключился на обратную хватку. Кланг. Он заблокировал атаку Дарк Шадоу. Затем молодой человек наклонился в сторону и порезал шею Дарк Шадоу мечом Зеннарда. Дарк Шадоу поспешно скрестил оба своих коротких меча, чтобы заблокировать атаку. Кланг. Когда меч Зеннарда соприкоснулся с двумя короткими мечами, Ниянь развернулся и безжалостно атаковал противника. Бинг. Дарк Шадоу почувствовал мощную силу удара в живот, когда его послали в полет. Ниянь набросился на Дарк Шадоу, собираясь предпринять еще одну атаку и добить его. Однако Вордрау прервал его. Отм Гаст нервничал. Его тело было несколько жестким и одеревеневшим. Когда парень пытался оглушить Нияня удушающим ударом. Даже такой мусор может стать сереброкрылыми? Это поле битвы для взрослых. Иди домой, малыш. Холодный голос Нирваны Флейма, казалось, донесся из глубин подземного мира. Прежде чем Отм Гаст успел среагировать, Ниянь вонзил локоть в его солнечное сплетение. Он немедленно согнулся в три погибели, став похожим на креветку. Отм Гаст издал тяжелый стон, схватившись за живот, сдерживая желание вырвать кишки. Боль была настолько мучительной, что он едва мог дышать. Ниянь никогда не считал Вордрау перед ним достойным противником. Он перерезал горло Отм Гастой и прикончил его. Еще один враг убит. Еще пять игроков из Ордена Искателей Крови бросились в атаку. Ниянь быстро справился с ними, прирезал троих и отправил двух других в полет одним ударом. Нирвана Флейм был подобен Богу Смерти, идущему по полю битвы. Дарк Шадоу почувствовал, как его кровь стынет в жилах. Эти обычно не имеющие себе равных сереброкрылые были ничем иным, как рыбой на разделочной доске перед Нирваной Флеймом. Многие из них даже не знали, что случилось. В один момент они бежали, чтобы перехватить Безумного Разбойника, а в следующий момент они лежали замертво на земле. Полагая, что только он мог остановить Нирвану Флейма, Дарк Шадоу чувствовал большое давление. Парень сделал несколько маленьких шагов назад, но не убежал. Он был единственным, кто стоял между Безумным Разбойником и Бладдевилом. Они были на расстоянии около 10 метров друг от друга. Дарк Шадоу слышал, как его сердце билось в груди. Нирвана Флейм внезапно ускорился, когда его силуэт расплылся. Дарк Шадоу видел только вспышку. Прежде чем он смог поднять свои короткие мечи, противник уже предстал перед ним. Казалось, что мир остановился, поскольку время шло крайне медленно. Бенг. Ниянь нанес удар прямо в сердце Дарк Шадоу. Блад. Дарк Шадоу выплюнул лишь один слог, прежде чем слова застряли у него в горле. Парень хотел предупредить Бладдевила, но Ниянь не дал ему такой возможности. Дарк Шадоу был отправлен в полет, однако Ниянь на этом не остановился. Затем он нанес удар локтем, а затем прыгнул с летящим ударом. Тройное комбо. Тело Дарк Шадоу взлетело на 10 метров в воздух, прежде чем рухнуть на землю, чтобы так и не подняться снова. Ниянь с любопытством посмотрел на труп Дарк Шадоу. Это было странное чувство, когда он приблизился к этому парню, то почувствовал, что может контролировать время. При достижении достаточно высокой скорости время может замедлиться. Ниянь обернулся. Он планировал дать Бладдевиллу попробовать вкус нового лекарства. Бладдевилл, наконец, допел последний слог, когда золотой свиток в его руках начал излучать ослепительный свет. Вырвался черный вихрь, зачистив небо и песок. Из этой бешеной бури вышли 10 огромных волков. Нирвана Флейм, пора умирать. Бладдевилл взмахнул своим великим мечом, после чего 10 огромных волков атаковали Нияня. Молодой человек поспешно уклонился от волков с помощью штормового шага. Уничтожьте их всех, закричал Бладдевилл. Чтобы справиться с Нирваной Флеймом, он пережил душевную боль от использования этого легендарного свитка. Это был единственный легендарный свиток их команды, который они случайно нашли, когда уничтожали мобов. Эти темные волки Фенриса были элитами 180 уровня. У них было множество навыков, и что более важно, они следовали командам призывателя. Нияни сбежал нападений волков и отступил, уйдя в скрытность. Он снова возродил паладина Лафуса, а также вызвал золотого дракончика. Золотой дракончик заблокировал трех волков. Видя, как Ниянь сбежал, Бладдевилл поменял цели. Волки набросились на других игроков. Шесть волков бросились к Блэк Хэллу. Они окружили священника Тени, прежде чем наброситься на него. Он махнул своим посохом и мгновенно переместился. Почти в то же время, когда он взмахнул своим посохом, черные лозы начали расти вокруг него в радиусе 60 метров. Они извивались и закручивались, как будто были живыми. Когда ноги Блэк Хэлла снова коснулись земли, лоза обернулась вокруг его лодыжек и прижала его к земле. Глядя на окно своих навыков, парень обнаружил, что все его навыки побега были серыми. Блэк Хэлл, берегись! Послышались панические крики других игроков из племени невероятных людей. Блэк Хэлл махнул своим посохом и попытался снять проклятие темных волков Фенриса, а затем использовал магию контроля над разумом. Череда промахов всплыла над головами волков. Он поспешно использовал вой ужаса. Однако это тоже оказалось бесполезно. Блэк Хэлл показал горькую улыбку. Эти волки были невосприимчивы к магии тьмы и разума. Когда он, наконец, нашел способ использовать магию света, было уже слишком поздно. Шесть волков покалечили его до смерти. Блэк Хэлл умер. Все остерегайтесь этих волков. Не используйте на них темную магию или магию разума. Ниянь с тревогой вскрикнул в голосовом чате. Блейдлайт бросился вперед и ударил одного из волков ударом щита. Шесть других сразу же набросились на него. Волки кусали и царапали респлендент Блейдлайта. Однако его здоровье почти не колебалось. Они не могли нанести ему более четырех сатурона каждый. Бладдивилл немедленно заставил волков сменить цель. У всех мастеров племени невероятных людей были мощные питомцы. Это была прекрасная возможность использовать их. Медведи, гепарды и всевозможные питомцы вступили в битву. Темные волки Фенриса были чрезвычайно могущественны. Они тяжело ранили трех игроков племени невероятных людей в мгновение ока. Существа, вызванные из легендарного свитка, действительно были чем-то совершенно другим. Эти волки были огромны с жесткой кожей, и они могли использовать мощные навыки. Бладдивилл велел волкам сражаться с игроками из племени невероятных людей, пока он бежал в поисках безопасного места. Глаза неяня исследовали поле битвы, проносясь между волками, прежде чем, наконец, увидели Бладдивила на расстоянии более четырех сат метров. Я не ожидал, что у вас, ребята, будет что-то вроде свитка призыва темных волков Фенриса, но давайте посмотрим, куда вы можете бежать. Ниянь вошел в скрытность и обошел волков. Когда он ускорился, то испытал то же самое чувство прежде, когда столкнулся с Дарк Шадоу. Два темных волка Фенриса набросились на Нияня. Но молодой человек использовал странную технику работы ног. Пройдя несколько шагов, он внезапно ускорился, промчавшись мимо темных волков Фенриса и бросился к Бладдивиллу. Едва парень оторвался от первых двух, еще три темных волка Фенриса набросились на Нияня с флангов. Их клыки вспыхнули ярким светом под солнечными лучами. Ниянь превратился в размытое пятно. Когти одного из темных волков Фенриса пронзили его шею, когда парень атаковал вращающимся ударом. Бенг! Нога молодого человека ударила волка в живот, заставив его взвизгнуть от боли, когда ноги монстра потеряли связь с землей. Уклоняясь от нападений двух других темных волков Фенриса, Ниянь бросился к Бладдивиллу. Лидер ордена Искателей Крови контролировал темных волков Фенриса, чтобы те атаковали Нирвану Флейма. Увидев, что безумный разбойник послал одного из них в полет в его направлении, лицо Бладдивилла испуганно побледнело. Он быстро выбросил удар и сбил волка с ног. Мощный удар заставил Бладдивилла пошатнуться и отступить на несколько метров назад. Его руки онемели. Неописуемый шок наполнил сердце Сереброкрылова. Черт возьми, этот парень вор или воин? Почему у него так много сил? Бладдивилл почти ничего не знал о том, что Ниянь на самом деле на 20% сильнее, чем он. Хотя лидер ордена Искателей Крови достиг воинского звания генерала, у него еще не было времени вернуться в подземный мир и купить снаряжение, достойное его нынешнего статуса. Текущее снаряжение Бладдивилла определенно не было никчемным, немного увеличивая его силу, но это не могло сравниться с полным набором суп легендарной экипировки, не говоря уже о качестве снаряжения Нияня. Итак, этой потери следовало ожидать. Бладдивиллу потребовалось еще две атаки, чтобы убрать темного волка Фенриса от себя. Он рухнул на землю. Бладдивилл как раз собирался отступить, когда увидел, как в его глазах промелькнуло размытое пятно. Нирвана Флейм уже был перед ним. Его сердце сжалось, когда Бладдивилл поднял свой меч для защиты. Прежде чем лидер ордена Искателей Крови даже наполовину поднял свой двуручный меч, Ниянь ударил его локтем в руку. Так быстро. Бладдивилл чуть не уронил свой двуручный меч от острой боли. В этот момент меч Зинарда пронзил его. Зрачки игрока сжались, атаки Нияня достигли вершины скорости. Простой удар локтем лишил Бладдивилла всей его боевой силы. После чего парень нанес удар мечом Зинарда в лоб противника, используя шокирующий удар. Не было никакой возможности уклониться от этой атаки. Ниянь видел, как глаза Бладдивилла мерцают особым блеском. Однако в этот мимолетный момент он никак не мог сказать, что это значит. Бенг, Нирвана Флейм ударил Бладдивилла в лоб. Этот удар. Глаза Нияня загорелись. Но в следующий момент он почувствовал, как его рука, держащая меч Зинарда, падает вперед, как будто он ударил воздух. Бладдивилл перед молодым человеком медленно исчезал, словно какая-то иллюзия. Это остаточное изображение. Похоже, у Бладдивилла было немало хитростей в рукаве. Ниянь обострил свои чувства, но нигде не мог обнаружить своего противника. Из его опыта, за исключением навыков астральной формы, ничто иное не могло избежать восприятия Нияня. Навыки астральной формы переводят игрока в состояние, подобное духу. Они были бы невидимыми и неуязвимыми. Тем не менее их скорость передвижения также была значительно снижена. Игроки не могли атаковать из астральной формы. Бладдивилл в своей астральной форме был неприкасаемым. Пока навык не прекратил свое действие, Ниянь мог только сдаться. К счастью, эти навыки имели ограниченную продолжительность. Все, что ему нужно было сделать, это подождать и нанести удар. Когда умение развеется, когда Ниянь собирался уходить, то заметил шесть темных волков Фенриса набрасываются на него. Осматривая поле битвы, парень обнаружил, что Золотой Дракончик и Паладин Лафу сражались с тремя другими волками. Что касается других членов команды, у них руки были связаны другими игроками из Ордена Искателей Крови. Видя, как к нему приближаются шесть темных волков Фенриса, Ниянь поставил одну ногу назад и перехватил меч Зинарда обратным хватом. Он не планировал бежать. Бой был единственным вариантом. Если он не убьет этих темных волков Фенриса, Бладдивилл определенно заставит их нацелиться на Танья и остальных. Ниянь зафиксировал положение каждого темного волка Фенриса. Увидев окружающих его шестерых, он неожиданно сделал несколько шагов вперед. Ударом с разворота молодой человек ударил одного из волков в шею, отбросив его в сторону и заставив врезаться в другого волка. Ниянь промчался через открытое им пространство и вырвался из окружения. Остальные четыре темных волка Фенриса напали на него напрасно. Вместо того, чтобы сбежать, Ниянь бросился к темному волку Фенриса, которого он пнул ранее. Молодой человек размахивал мечом Зенарда. Темный волк Фенриса тихо завыл на Нияня. Он открыл свою пасть и бросился к врагу. Плесив хаты, Ниянь разрезал пасть темного волка Фенриса, пропустив лезвие меча Зенарда через нее и оставив на голове монстра чудовищную рану. Молодой человек ударил в слабое место. Его атака нанесла более 9 тысяч урона и оглушила темного волка Фенриса. Внезапно Ниянь нанес атаку ударом в спину обратным хватом, а затем нанес удар топором по позвоночнику монстра, за которым последовал спинолом. Парень проверил свое окно уведомлений, комбо трех ударов, комбо пяти ударов, комбо семи ударов, комбо девяти ударов. При девятом попадании он нанес более трех миллионов урона. Темного волка Фенриса отправили в полет, после чего он с грохотом в землю. Он издал мучительный скулеж, прежде чем голова монстра рухнула на землю. Несколько темных волков Фенриса набросились на Нияня со спины. Он увернулся в сторону. После этого молодой человек ускорился и бросился к своей следующей цели. Бладдивилл находился в стороне в астральной форме. У него все еще оставалось около минуты действия навыка. Парень не мог перестать молиться о том, чтобы время прошло быстро, чтобы он мог броситься обратно в драку. Когда он посмотрел на Нирвану Флейма, то был совершенно ошеломлен. Безумный разбойник уклонялся от атак темных волков Фенриса с безбожной скоростью. Когда у него появлялась возможность, теневой танцор незамедлительно контратаковал. Его движения были быстрыми и точными. Все его атаки были идеально плавными и связаны друг с другом. Он уничтожил темного волка Фенриса, опустив его здоровье до нуля, всего за 10 секунд. Бенг. Темный волк Фенриса взлетел в воздух и врезался в землю. Через 10 секунд его отправился сопровождать еще один волк. Потом еще и еще. Вскоре всех шестерых волков постигла та же участь. Темные волки Фенриса падали как мухи. Даже элиты 180 уровня не были противниками Нирвани Флейму. Когда Бладдивилл использовал свой легендарный свиток, у него не было никаких экстравагантных надежд на то, что они убьют безумного разбойника. Но парень также никогда не ожидал и подобного результата. Это было чистое безумие. Вскоре на земле лежало 10 трупов волков. Ну вот все и сделано. Нияня тряхнул руки. Осматривая поле битвы, он обнаружил, что остальные все еще сражались с игроками из Ордена Искателей Крови. Молодой человек сконцентрировался на Чернокнижнике на расстоянии более 20 метров и исчез с помощью штормового шага. Чернокнижник только что наложил на Аквасмоукстаба несколько проклятий и выпустил темную стрелу. Когда Нирвана Флейм внезапно появился перед ним, Сереброкрылый отшатнулся в панике и попытался поднять свой посох. Однако было уже слишком поздно. Чернокнижник выплюнул только один слог заклинания, прежде чем слова застряли у него во рту. ПСФХТ. Ниянь перерезал ему горло мечом Зинарда. Мгновенное убийство. Близкий фехтовальщик парных клинков стал свидетелем всего этого и пребывал в настоящем ужасе. Он пытался бежать в панике. Фехтовальщик парных клинков? Да. Интересно, кто быстрее? Ниянь превратился в размытое пятно и появился прямо рядом с фехтовальщиком парных клинков, а затем послал удар в его шею. Скорость реакции фехтовальщика парных клинков была довольно быстрой. Он поспешно поднял руку, чтобы заблокировать атаку. Бинг. Удар Ниянь обезжалостно ударил фехтовальщика парных клинков по руке и отправил его в полет. В борьбе за власть фехтовальщик парных клинков полностью проиграл Нирване Флейму. Видя, как фехтовальщик парных клинков летит по воздуху, Ниянь вскочил и поднял ногу, а затем опустил ее топориком на грудь противника. Краек. В воздухе раздался звук перелома нескольких ребер. Фехтовальщик парных клинков врезался обратно в землю. Двое пали. Ниянь зафиксировал свою третью цель. В то время как молодой человек устроил массовую бойню, Танья и другие также начали подавлять своих противников. Респлендент Блейдлайт ударил воина в воздухе с помощью удара щитом, а затем добил его пламенным разрезом. «Я убил троих», — сказал Танья в голосовом чате. Он использовал свою непревзойденную огневую мощь, чтобы уничтожить врага. Любой, кому не повезло попасть в его поле зрения, столкнулся с трагическим концом. «Я убил двоих», — сказал Блейдлайт со слабой улыбкой. «Я также убил двоих. Мы потеряли троих, Саммер Бага, Лейсу и Блэк Хэлла. Против всей команды сереброкрылых это был невероятно впечатляющий результат. Потери Ордена Искателей Крови быстро перевалили за пределы 30 человек. У них осталось меньше половины первоначальной силы. Разрыв между ними и племени невероятных людей становился все шире и шире. Босс, мы не можем больше держаться. Нирвана Флейм слишком силен». После смерти Дарк Шадау и побега Блад Девила, застрявшего в астральной форме, в Ордене Искателей Крови не осталось никого, кто мог бы контролировать Нияня. В результате он был свободен, чтобы делать все, что в голову взбредет. Пять сереброкрылых уже умерли от его рук. Ураганная засада. Ниянь снова ускорился, преодолев скорость в 3000 единиц. Он был настолько быстр, что игроки из Ордена Искателей Крови даже не поспевали за ним своими глазами. Молодой человек бросился к темному фанатику, который находился в разгаре исцеления союзника. Нарисовав блестящую дугу мечом Зинарда, он перерезал врагу горло. Темный фанатик понятия не имел, что случилось. Всего мгновение назад он лечил союзника, а в следующий миг его планка здоровья достигла нуля. Когда из горла темного фанатика брызнула кровь, он потерял сознание и упал замертво на землю шестеропали. Молча посчитал Ниянь с его разрушительными действиями на поле битвы. Орден Искателей Крови буквально раскалывался на части. Игроки из племени Невероятных Людей теперь полностью перехватили инициативу, кося врагов направо и налево. Бладдивилл наконец вышел из астральной формы. Однако ситуация на поле боя уже давно вышла из-под его контроля. Орден Искателей Крови потерпел сокрушительное поражение. «Все, отступайте! Если можете убежать, убегайте!» Вскричал Бладдивилл. Он посмотрел на свою статистику. После выхода из астральной формы он был ослаблен примерно на 30 секунд. Лидер Ордена Искателей Крови поспешно выпил восстанавливающие зелья, чтобы привести себя в порядок. «Не оставляйте никого из них в живых!» Ниянь приказал безжалостным тоном. «Понял!» Все вспыхнули своим убийственным намерением. Их боевой дух поднялся до небес. Как игроки не могли быть взволнованными, когда победа уже мелькала перед их глазами. «Оставьте мне Бладдивилла!» Сказал Ниянь. Прежде чем броситься к лидеру Ордена Искателей Крови. Несколько игроков из Ордена Искателей Крови спаслись бегством с помощью неизвестных свитков перемещения. «Хотите сбежать?» «Это будет не так легко!» Фыркнул Андинг Скаундрил. Магистры махали своими посохами и возвращали игроков, которые телепортировались прочь. Игроки, которые пытались телепортироваться, думали, что они сбежали, но оказались в том же самом месте, где были ранее. Они были ошеломлены, еще два игрока из Ордена Искателей Крови были отправлены в полет, чтобы никто не пытался сбежать. Игроки из племени Невероятных людей использовали свои свитки оков борьбы. Янг Севин повернулся к Андинг Скаундрилу, стоящему прямо рядом с ним и сказала, «Позаботься об этом маге, оставь мне вора Драу». А, хорошо, Андинг Скаундрил выпал в оцепенении. Обычно Янг Севин отвечал за исцеление и редко когда-либо вступал в наступление. Однако теперь, когда он подумал об этом, то вспомнил, что у священников появилось много навыков, подходящих для погони за ворами. Просто большинство священников были мягкими и не очень хорошими в ПВП. Таким образом, чаще всего они становились мишенями воров, они разделились и стали преследовать каждой свою цель. Куда, ты думаешь, ты идешь? Янг Севин бросил в воздух шар света, который показал положение вора Драу. Затем священник взмахнул своим посохом и ударил вора, оставив на нем метку. Вордрау больше не мог прятаться от Янг Севина. Даже в невидимости он будет виден. Вордрау оглянулся и обнаружил, что его преследователь – священник. Он фыркнул. Черт, даже священник думает, что теперь он может растоптать меня, просто потому, что тигр не рычит. Вы думаете, что это милый маленький котенок? Однако он продолжал бежать. Вор не боялся священника, а скорее, того, что кто-то более могущественный и пугающий может вступить в битву. Например, магистр. Даже после активации штормового шага Вордрау все еще был виден, поскольку светящаяся метка над его головой показала местоположение. Янг Севин активировал неистовый попутный ветер. Это был особый навык, который парень получил в награду за выполнение квеста, что значительно увеличивал его скорость передвижения. Порыв ветра дул под его ногами. Походка священника не изменилась, но его тело двигалось в несколько раз быстрее, и он быстро догнал Вородрау. Янг Севин взмахнул своим посохом. Сначала он наложил несколько замедляющий проклятий на Вородрау, затем нацелился на него с помощью агонии. Над головой Вородрау плыла строка в 600 единиц урона. Несмотря на то, что урон не был высоким, он все равно со временем увеличивался. Скоростной эффект штормового шага на Вородрау немедленно исчез. Вордрау оглянулся. Когда парень не обнаружил других врагов, преследующих его, его лицо озарилось радостью. Священник на самом деле осмелился преследовать его. Вора, он впросто просил о смерти. Чего там бояться? Вордрау обернулся и набросился на Янг Севина. Янг Севин внутренне усмехнулся. Он откинулся назад и помахал своим посохом. Вордрау сделал несколько шагов, когда его нога внезапно застряла в земле. Раньше твердая земля теперь превратилась в болото. Он изо всех сил пытался вытащить свою ногу, только чтобы другой утонуть в грязи. Янг Севин отлично использовал навык трясины. Вор не знал, что его ударило, пока не стало слишком поздно. Прыжок. Вордрау инстинктивно активировал навык прыжка. Его ноги едва отрывались от земли, когда Янг Севин взмахнул своим посохом и вызвал огромную слизь. Обычные слизи были размером с баскетбольный мяч. У них не было конечности или лица. Это были просто большие капли вязкой жидкости. Даже игроки низкого уровня смотрели свысока на этих существ низкого ранга. Тем не менее слизь Янг Севина выглядела несколько иначе, чем те, которые были известны всем и каждому. Вариативный монстр. По силе атаки этот не отличался от других. На 163 уровне у него было всего несколько сотен единиц атаки. Однако будучи размером со слона и имея запас здоровья в 10 миллионов единиц, это было по-настоящему пугающее существо. Янг Севин получила эту слизь в квесте случайно. В то время как большинство игроков выбрасывали такого питомца, он видел в этом уникальность. У слизи был чрезвычайно высокий темп роста здоровья, в той степени, в которой его можно назвать чудовищным. Потом, кровью и слезами, а также благодаря помощи друзей в гильдии Янг Севин сумел поднять питомца до 163 уровня. На более высоких уровнях его странный запас здоровья стал очевидным. Единственным недостатком этого питомца была его крайне низкая скорость роста силы атаки. У него было только 600 единиц силы атаки на 163 уровне. Вордрау вскочил и увидел гигантскую черную тень, окутывающую его. Что это за хрень? Закричал Вордрау. Ему уже было поздно использовать какие-либо навыки побега. Бум! Огромная слизь обрушилась на него весом горы Тай, похоронив его в земле. Вордрау закашлялся и сплюнул глоток крови, едва не потеряв сознание. Он сильно бился в отчаянной попытке убежать от этой пухлой слизи. Однако все сопротивление было бесполезным. Гуруру! Гуру! Слизь издала странный звук. Ее тело пошатнулось. Когда слизь начала атаковать Вордрау, строка урона в одну единицу всплыла над его головой. Дерьмо! Убери от меня эту чертову штуку! Закричал Вордрау. Парень лежал, растянувшись на грязи, его грудь вздымалась вверх и вниз, а вес слизи навалился на него. Вордрау продолжал пытаться выползти, но все так же безрезультатно. Пожалуйста, отпусти меня! Умолял Вордрау со слезами на глазах. Это была самая страшная атака, которую он когда-либо испытывал с начала игры. Янг Севин злобно хихикнул. Это была оригинальная атака Янг Севина. Он махнул своим посохом и добил Вордрау несколькими стрелами света. Янг Севин подошел к слизи и похлопала по боку с улыбкой. Ты хорошо справился, партнер! Гуруру! Гуруру! Слизь ответила, радостно покачивая свое желатиновое тело. Янг Севин убрал слизь в пространство для питомцев. Этот парень был его козырем. Даже если слизи чего-то не хватало в наступлении, это с лихвой компенсировалось полезностью питомца в целом. Жертвы Ордена Искателей Крови становились все выше и выше. Оставшиеся несколько членов команды рассеялись, как испуганные крысы. Это был только вопрос времени, когда их тоже убьют. Бой был окончен, полностью проигран. Бладдивил активировал несколько навыков повышения скорости и скрылся из виду, спасая свою жизнь. Ниянь активировал штормовой шаг и преследовал Бладдивила по горячим следам. Бладдивил уже был связан с Ниянем через оковы борьбы. На данный момент его навыки телепортации и свитки были серыми. Нирвана Флейм был похож на гепарда, преследующего зайца на открытой равнине. Настолько невероятной скоростью обладал молодой человек. Между двумя сторонами было около сотни метров. Тем не менее Нирвана Флейм быстро сокращал этот разрыв. Даже если Бладдивил активировал бы рывок, он не смог бы сравниться с Нирваной Флеймом с точки зрения скорости. Оглянувшись назад, Бладдивил был потрясен, увидев, что Нирвана Флейм почти догнал его. Его лицо побледнело от испуга. Ниянь прыгнул в воздух и набросился на лидера Ордена Искателей Крови. Бладдивил откатился с дороги, рубанув мечом по размытой фигуре, когда поднялся на ноги. Бегая с такой скоростью, Бладдивилу было трудно управлять своим телом. Он споткнулся и потерял равновесие. Когда парень упал, он положил руку на землю и снова поднялся. Нирвана Флейм почти мгновенно оказался рядом с ним. Бладдивил издал чудовищный рев, жертвоприношение демоническому богу. Тело Бладдивила вспыхнуло ярко-алым пламенем. Когда серебряные крылья на его спине вспыхнули пламенем, он издал глубокий крик. Подойди ко мне, Нирвана Флейм, давайте устроим наш финальный поединок. Даже если я умру сегодня, я заберу тебя с собой. Я хотел бы, чтобы ты попытался. Холодно рассмеялся Ниянь, когда меч Зинарда вспыхнул бушующим черным пламенем. Бладдивил поднял свой великий меч и свирепорубанул им врага. Ниянь планировал встретить лобовую атаку Бладдивила. Тем не менее на него обрушилось огромное давление, и ноги парня прижались к земле. Он мог только поднять меч Зинарда, чтобы заблокировать атаку. Кланг, кланг, кланг. Бладдивил в безумии рубил меч Зинарда. Ниянь блокировал атаки с большим трудом. Невероятная сила ударов заставила его ноги погрузиться в землю. Блять, что это за умение? Такая властная аура. Тело Бладдивила горело ярким пламенем. Он выглядел как настоящий демон. Ниянь предположил, что это умение было похоже на бастион бога войны. Над головой молодого человека всплыла череда показателей урона в 6000 единиц. Он быстро выпил специальное зелье здоровья, полностью восстановив свое здоровье. В тот момент, когда Бладдивил снова собирался рубануть своим мечом, тело Нияня размылось, когда он раскололся на две части. И оригинал, и клон размахивали своими клинками и одновременно атаковали Бладдивила. Внезапно столкнувшись с такой ситуацией, Бладдивил был полностью застигнут врасплох. Он пытался увернуться. Экстремальное запугивание. Мощная сила захватила Бладдивила, заставив его тело сжаться. Ниянь рванулся вперед, атакуя мечом Зинарда и пронзая сердце противника разрыв. Ниянь безжалостно провел своим клинком по груди Бладдивила. Бладдивил размахивал своим двуручным мечом, который пылал бушующим горячим пламенем, стремительно атакуя врага. Ниянь откинулся назад и избежал атаки Бладдивила. Темный вихрь. Из меча вырвался вихрь черного света, оттеснив теневого клона. После чего лидер Ордена Искателей Крови схватился за грудь, взмахнул крыльями и поднялся в воздух. Устремившись на север, Бладдивил был еще жив даже после такого смертельного удара. Ниянь осмотрел своего противника с помощью непостижимого озарения и обнаружил, что у него осталось 56% здоровья. Насколько велик был его запас здоровья, по всей вероятности, жертвоприношение демоническому богу резко повысило здоровье, защиту и различные другие характеристики Бладдивила. Тем не менее он все еще не мог сравниться с клинком Нияня. Крылья Бладдивила дали ему возможность летать, но только на небольшой высоте не более 10 метров. Тем не менее это было намного быстрее, чем скорость бега. Ниянь начал рывок, быстро ускоряясь, поскольку он быстро покрыл этот промежуток, всего несколько метров. Пользуясь случаем, он подпрыгнул в воздух и взлетел к Бладдивилу. Бладдивил почувствовал присутствие нирваны флейма позади себя. Он повернулся и ударил мечом. Барьер темного сияния. Бум! Ниянь выдержал атаку и нанес удар в горло. Два коротких траектории пересеклись в воздухе, прежде чем Ниянь упал на землю. Стук! Молодой человек грациозно приземлился на траву. Он посмотрел на свой бар здоровья. Еще осталось более 80% здоровья. Атака Бладдивила не нанесла ему особого урона. В тот момент, когда Ниянь приземлился, теневой клон прыгнул на дюжину метров в воздух и взлетел к лидеру Ордена Искателей Крови. Тем временем он вошел в скрытность и атаковал Бладдивила с земли. Бладдивил пролетел всего несколько метров, прежде чем снова почувствовать нирвану флейма за своей спиной. Он поспешно выпил специальное зелье здоровья и восстановил свое здоровье полностью. Взглянув на панель умений, лидер Ордена Искателей Крови обнаружил, что большинство его умений были на перезарядке. Взгляд Бладдивила упал на определенный навык. Этот не был в колдауне. В глазах Бладдивила мелькнуло сильное убийственное намерение. Нирвана Флейм умри. Он повернулся лицом к Ниюню и издал рев, отчего пламя вокруг него вспыхнуло. Ударом меча он послал три огромных полумесяца в форме меча, три демонических разреза. Тьма опустилась на пустоши. Было только три источника света, три луча меча. В другом месте на поле битвы мастера из племени невероятных людей закончили убивать последних выживших из Ордена Искателей Крови. Они были ошеломлены внезапным ослепительным черным сиянием. Едва мастера взглянули в небо, их встретил великолепный вид, три черных сияющих полумесяца, висящие в небе. Босс, осторожно, игроки из племени невероятных людей в панике вскричали, уклоняться или передвигаться в воздухе было невозможно. Ниянь не мог избежать атаки Бладдивилла. Бум, пораженный тремя серповидными лучами меча, по земле полетел силуэт. Ббосс мертв, мастера с тревогой посмотрели друг на друга. Они все это видели, Нирвана Флейм в лоб принял удар сияющими лучами. Учитывая мощь атаки Бладдивилла, это наверняка было мгновенным убийством. Босс не умер, никто из них не получил уведомления, что Нирвана Флейм умер. Увидев силуэт, падающий в землю, Бладдивилл ухмыльнулся. Нирвана Флейм был мертв, он холодно фыркнул. Чрезмерная уверенность приведет только к провалу. Когда он взглянул на свое уведомление, Бладдивиллу пришлось протереть глаза и взглянуть еще раз. Там не было никакого уведомления о его убийстве Нирваны Флейма. Как это было возможно? Неужели Нирвана Флейм не умер? Нет, невозможно. Три демонических разреза могли мгновенно убить любого противника. Одна мысль внезапно пришла ему в голову. Клон, тот, кого он убил, был клоном Нирваны Флейма. Он сразу что-то почувствовал. Крылья Бладдивилла трепетали в безумной попытке бежать, но лидер Ордена Искателей Крови обнаружил, что его тело застыло на месте. Это снова была блокировка. Чтоб тебя. Если я не смогу сбежать, я заберу тебя с собой. Бладдивилл размахивал своим двуручным мечом и готовился отомстить, когда мрачная темная энергия обрушилась на него. Его тело было слабым, а движения – вялыми. Ниянь молча появился позади Бладдивилла. С помощью спинолома он вонзил меч Зинарда ему в спину. Держа кинжал в другой руке, он перерезал горло Бладдивиллу соответствующим навыкам. Здоровье лидера Ордена Искателей Крови упало до нуля. Его тело рухнуло с неба. Ниянь протянул руку и схватил два предмета, сброшенных Бладдивиллом. Стук. Труп Бладдивилла врезался в землю. С этим разобрались. Ниянь похлопал в ладоши после того, как мягко приземлился на траву. Он осмотрел два предмета, которые сбросил Бладдивилл. Одним из них был нагрудник легендарного ранга 130 уровня. В его руках был сытовый предмет, который выпадал после смерти. Это объясняло, почему два предмета упали после смерти Бладдивилла. Другой предмет оказался суп-легендарными поножами 130 уровня с довольно приличными свойствами. Однако обе части экипировки были доступны только игрокам злой фракции. Поножи не стоили много, максимум 5 или 6 тысяч золотых. Что касается нагрудника, так как это был уникальный предмет, его стоимость невозможно было оценить. Хотя одно было ясно, это был отличный товар. Ниянь задавался вопросом, как он должен поступить с этими двумя предметами экипировки. Передача их храму света, чтобы очистить их, казалась пустой тратой. Он всегда мог обменять их упадшего ангела за правильную цену. Ниянь убрал оба предмета в свою сумку. Каковы наши результаты? Сколько игроков Ордена Искателей Крови мы убили? Янг Севин, Пэнтит Муслин, идите и оживите падших, сказал молодой человек. Сторона племени невероятных людей потеряла только трех человек. Это было довольно впечатляющее. Первоначально он ожидал, что их потери будут двузначными. Нынешняя цифра даже близко не подошла к этому предположению. Их засада оказалась гораздо более эффективной, чем думал Ниянь. Результаты были быстро рассчитаны. Мы убили 57 из них. Трое, которым удалось сбежать, были ворами. Ниянь был доволен этим результатом. Было нереально предотвратить побег всех воров. Как только они активируют свои навыки побега, такие как штормовой шаг, их будет легко потерять из виду. Только метка священника могла отследить их. Тем не менее Янг Севин и Пентит Муслин могли следить только за одним вором одновременно. Очистить поле битвы. Мы уходим, сказал Ниянь. Вскоре сам Мирбак Лейсу и Блэк Хэлл были возрождены. Они потеряли только немного опыта. Снаряжение, сброшенное членом Ордена Искателей Крови, было также собрано. Поскольку ни один из темных фанатиков не сбежал, не было необходимости охранять трупы. Ниянь и другие активировали свои свитки возвращения. Со вспышкой света они вернулись в Акарон. Новости о том, что группа Нирваны Флайма уничтожает Орден Искателей Крови, быстро распространились. Первыми это услышали члены племени невероятных людей. Смотри, что я сказал. Я знал, что Босс будет иметь дело с ними. Идиоты. Чего они ожидали, пытаясь связываться с нами. Они, вероятно, думали, что были непобедимы после нескольких месяцев беспроблемных сражений в Веридейской империи и империи Сатрин. Они просто еще не встретили босса. Дураки. Чат гильдии племя невероятных людей был заполнен людьми, обсуждающими эту новость. Когда слухи распространились на остальную часть Веридейской империи и империи Сатрин, игроки обеих империй подняли шум. Орден Искателей Крови убил бесчисленное количество людей. Даже несколько крупных гильдий, работающих вместе, ничего не могли сделать, чтобы остановить их, вместо этого понеся большие потери. Итак, когда Орден Искателей Крови начал убивать игроков из племени невероятных людей, даже осмелившись атаковать их крепости, все начали впадать в отчаяние. Казалось, что никто не может положить конец этим демонам. Все, на что они могли надеяться, так это на то, чтобы этим ублюдкам стало скучно и, в конце концов, они вернулись в подземный мир. Кто бы мог подумать, что Нирвана Флейм, однажды принявший меры, это все, что нужно, чтобы вытереть им пол. Ни корпорации Ангела, ни какая-либо другая крупная гильдия не могли остановить Орден Искателей Крови, но мастера племени невероятных людей под руководством Нирваны Флейма сделали именно это. Это привело к тому, что их престиж поднялся, сильно возвышаясь над такими силами, как корпорации Ангела и финансовая группа ВЕК. После этого инцидента с Орденом Искателей Крови игроки из обеих империй могли видеть правду. Несмотря на то, что такие силы, как корпорации Ангела и финансовая группа ВЕК, были внушительны с их многочисленными членами, их дни славы прошли. Они ничего не могли сделать, чтобы остановить рост племени невероятных людей. Племя невероятных людей было как полуденное солнце. Новая волна экспертов из обеих империй собрала свои вещи и направилась в Окарон, чтобы попытаться присоединиться к племени невероятных людей. Они хотели быть частью этой легенды в процессе ее создания. Великие луга Абернати располагались на границе между обеими империями, а столицей было Корон. Его географическое положение было исключительным. Добавьте к этому тот факт, что законы и политика в Окароне были разработаны для того, чтобы значительно поддержать игрока, и можно представить, насколько привлекательным было это место. Было около 8 миллионов игроков, направляющихся в Окарон со всего мира. Некоторые были достаточно сильны, чтобы войти в племя невероятных людей, в то время как другие не обладали достаточной силой, но все же пришли попытать счастье. Племя невероятных людей не могло поглотить столько игроков одновременно. Каждый член, которого они завербовали, должен был пройти строгие испытания. Это займет немало времени. Кроме того, у них не было безграничного денежного потока, и их преимущества были самыми щедрыми из всех гильдий. Количество игроков, которых они могли принять, было достаточно ограниченным. К счастью, племя невероятных людей могло позволить себе быть разборчивыми в этом невероятном множестве претендентов. В то же время этот большой наплыв игроков также разрешил кризис для Ниэня. Количество игроков праведной фракции, находящихся в Великих Лугах Эбернате, уже намного превысило количество игроков злой фракции. Сильно превзойденной численностью, и после поражения Ордена Искателей Крови, игроки из подземного мира перестали быть такими наглыми. Спустя несколько дней столкновений количество игроков злой фракции в Великих Лугах Эбернате резко упало. Теперь на каждого игрока злой фракции было по пять игроков праведной фракции. Это событие стало приятным сюрпризом для Ниэня. Ему больше не нужно беспокоиться о безопасности, а корона Ниэнь получил известие, что падший ангел, наконец, начал активизировать свои нападения на корпорацию ангела. Там, где поначалу они устраивали лишь небольшие стычки, в которых участвовало всего нескольких сотен человек, теперь они послали целые армии из десятков тысяч игроков. Обе стороны яростно сталкивались. Племя невероятных людей также отправило 30 тысяч солдат. Они время от времени присоединялись и начинали нападение на силы корпорации ангела и финансовую группу век. Игроки из Веридейской империи и империи сатрин почувствовали надвигающуюся бурю. Племя невероятных людей нацелилось на корпорацию ангела и финансовую группу век. Если две стороны столкнутся, война эпического размера разразится на поверхности. Оба были гегемонами своих соответствующих империй с сотнями и сотнями тысяч членов в своем подчинении, а также многими ветвями и филиалами. Обе стороны будут призывать к оружию миллионы игроков. Война такого масштаба повлияет на весь баланс сил Веридейской империи и империи сатрин. Все будут затронуты. Интенсивное трение между обеими сторонами продолжало расти. Запах пороха в воздухе был невероятно силен. Подозрительно, даже несмотря на то, что в империи сатрин произошло несколько крупных сражений, корпорация ангела никогда не предпринимала жестоких ответных действий и просто удерживала свои позиции. Руководители гильдий также не показывали свои лица уже больше месяца. Никто, даже их собственные участники, не знали, где были ангутянши и другие. Падший ангел прогрессировал на всех фронтах. По мере того, как пламя войны распространялось, они уже готовились к осаде крепости. Корпорации ангела и Падший ангел были заклятыми врагами. У этих двух гильдий даже были противоположные имена. Их конфликт был непримиримым. С таким мощным союзником, как Падший ангел, племя невероятных людей почувствовало гораздо меньше давления. Ниянь получил известие, что семь ткачей души Падшего ангела планируют совершить путешествие на поверхность. Ткачей души был последним классовым продвижением Империи Нежити. Подобно мастерам Веридийской империи и Империи Сатрин, ткачи души Империи Нежити были намного сильнее, чем сереброкрылые племени демона. Во всей Империи Нежити было только 13 ткачей души, и семь из них принадлежали Падшему ангелу. Это было настоящее достижение, с появлением семи ткачей души Падшего ангела. Корпорация Ангела уже должна была ощущать сильную головную боль. Ниянь передавал различные приказы игрокам Племени Невероятных Людей. Он послал некоторые войска в Империю Сатрин, чтобы создать неприятности для Корпорации Ангела. Тем временем у него были те, кто мог сосредоточиться на прокачке, зачистке подземелья и повышении качества своего снаряжения. Племя Невероятных Людей и Корпорации Ангела вели войну на истощение. Эта битва не будет выиграна через несколько дней или даже недель. Таким образом, им нужно было бороться за каждое небольшое преимущество, которое они могли получить, поддерживать его и поедать у врага, где это было возможно. Ниянь пока не хотел начинать наступление. В конце концов, Империя Сатрин была территорией Корпорации Ангела и финансовой группы Век. Они работали там с момента выхода игры. Их положение будет не так-то легко поколебать. Как гласит пословица, даже сильный дракон не может подавить змею в ее логове. Если бы он действительно хотел войти в Империю Сатрин, Нию пришлось бы серьезно подумать о последствиях проигрыша войны. В племени невероятных людей и их гильдиях-филиалах уже было 300 тысяч игроков, бродящих по Империи Сатрин. Была также Небесная песня, которая неуклонно росла под руководством Ранина. Ниянь позволил бы им медленно оттачивать свои навыки на Корпорации Ангела. Помимо этих вопросов, в Империи Сатрин и Веридийской империи больше ничего не интересовало Нияня. Месяц прошел в мгновение ока. Горный хребет Веридиан – силуэт неизвестного скользил по выступающим скалам, делая крутые горные стены похожими на плоскую землю. Этим человеком был Ниянь. Большую часть месяца он провел в поисках подсказок. Когда он встретился с торговцем драгоценностями Афини в городе Блейс, он узнал, что Афини был ограблен группой бандитов во время перевозки его товаров через горный хребет Веридиан. Он потерял все, включая по ноже концентрации абака. На этом квестовые подсказки подошли к концу. Ниянь чувствовал себя совершенно беспомощным. Он уже прошел 86% пути к 150 уровню, но до сих пор не нашел никакой информации о бандитах или по ножах концентрации абака. Монстры 180 уровня населяли горный хребет Веридиан. Также в этой местности было много элиты лордов. Даже некоторые крупные летающие существа могли быть замечены летящими по небу. Это был определенно дикий и опасный регион. Таким образом, Ниянь не мог мобилизовать большие силы, чтобы те помогли ему с поисками, но он все же набрал около сотни воров себе в помощь. Они были разбросаны по округе и исследовали горный хребет. Тем не менее, горный хребет Веридиан был огромным, охватывая восток и юг Веридийской империи, а игроков было немного. Было нелегко найти улики, тем более, что единственной информацией, которую воры получили, было то, что им необходимо искать банду горных разбойников. После того, как ситуация в Веридийской империи успокоилась, Респлендент Блейдлайт и другие мастера почувствовали себя более комфортно. Уезжая в далекие места, они начали убивать некоторых известных боссов, начиная со 150 уровня и заканчивая 180 уровнем. Многие были вариативными или даже демонизированными лордами. Это стало возможным только благодаря башенному щиту Дракуру. Респлендент Блейдлайт мог легко противостоять этим боссам. Поскольку они убивали все больше и больше лордов, мастера получали один феноменальный предмет за другим. Их общее качество экипировки выросло на несколько ступеней. Ты уже нашел по ноже концентрации абака? Если ты все еще не нашел их, давай просто отправимся охотиться на лавового титана, сказал Блейдлайт. Ниянь хотел сначала получить по ноже концентрации абака перед тем, как связываться с лавовым титаном, но он уже месяц провел в поисках, которые так и не увенчались успехом. Остальные начинали терять терпение. Если бы не было нескольких неожиданных вещей, требующих завершения, они бы давно убили лавового титана. Это был лишь вопрос времени. Хорошо, я отложу это на другой раз. Ниянь глубоко вздохнул. Он сделал все, что мог. Но даже после долгих поисков высоко и низко он ничего не нашел. Возможно, какая-то новая информация появится позже. Отлично. Я скажу всем, чтобы приготовились, сказал респлендент Блейдлайт. Ниянь собирался уходить, когда команда воров прислала ему отчет. Кто-то обнаружил в храме группу бандитов, называвших этот храм своим домом. Он был расположен в северной части горного хребта в месте под названием Пикмарадус. Наконец, то, что нужно. Сердце Нияня затрепетало. Эта группа бандитов идеально соответствует описанию, которое ему дал ему Афини. Молодой человек поспешно отправил сообщение Блейдлайту. Им придется подождать. Сначала он собирался исследовать это логово бандитов. Ниянь активировал штормовой шаг и помчался к пику Морадус. Скорость персонажа Нияня в горах составляла всего лишь одну пятую от его нормальной скорости. Пробежав добрых 15 минут, он, наконец, прибыл на место. После восхождения на пик Морадус Ниянь встретился с подчиненными ему ворами. Всего их было около дюжины. Босс, вы здесь? Взволнованно приветствовали воры. Ребята, вы уже исследовали логово бандитов? Спросил молодой человек. Воры посмотрели друг на друга, прежде чем кто-то вышел с горькой улыбкой. Извините, босс, мы бесполезны. 16 из нас уже пытались проникнуть в это место, но никто из них не вышел живым. Мы возродились на близлежащем кладбище, что от неожиданности выпалил Ниянь. Он точно знал, насколько сильны эти воры. Ни на одного из них нельзя было смотреть свысока. Обычно, даже если они сталкиваются с опасностью, эти ребята все же могут сбежать, чтобы спасти свою жизнь. Так что новость о смерти 16 из них была просто ошеломляющей. Что вы видели внутри? Мы даже не прошли через главный вход. Площадь за храмом охраняется вариативными лордами 180 уровня. Эти бандиты состоят из представителей разных рас. Мы видели людей, эльфов, орков, даже гигантов. Всего их было несколько сотен. Что касается того, что внутри, мы понятия об этом не имеем, ответил один из воров. Все бандиты были вариативными лордами 180 уровня. Неудивительно, что ни один из этих воров не вышел оттуда живым. Если даже охранники на входе были такими сильными, что же ожидало его внутри? Что это за храм? Спросил Ни Янь. Воры покачали головами. Просто груда руин. Когда мы подошли к области, мы даже не получили уведомления. Ни Янь задал еще несколько вопросов. Но так как никто из них не вошел в храм, ответы воров можно было кратко изложить так. Я не знаю или понятия не имею. Казалось, что он не сможет получить никакой информации от этих ребят. Ни Яню оставалось только войти внутрь и посмотреть на все самому. Ребята, вы можете вернуться. Спасибо за помощь. Я вознагражу всех вас десятью тысячами баллов за нахождение этого храма, сказал молодой человек. Спасибо, босс. Воры были очень счастливы. Десять тысяч очков за заслуги было достаточно для того, чтобы все они модернизировали свое снаряжение на ступеньку выше. Когда они собирались уходить, один вор выглядел так, будто хотел что-то сказать, но колебался. Что такое, говори смелее, сказал Ни Янь. Когда я крался по периметру храма, мне удалось заглянуть в окно и увидеть библиотеку. Там был обелиск с этим символом. Вор открыл виртуальный экран и нарисовал странный символ. Это был круг с чем-то похожим на дерево в центре. Я провел небольшое исследование и обнаружил, что это символ богини жизни. Я предполагаю, что это храм, посвященный ей. Согласно легенде, когда богиня жизни была убита на войне, ее божественность раскололась на части. Этот храм, вероятно, был заброшен после ее смерти. Вор нервно посмотрел на лидера гильдии. Видя, что Нирвана Флейм, казалось, задумался. Парень не смел беспокоить его. Что еще ты узнал из своего исследования? Спросил Ни Янь. Ничего больше. Но когда я проводил свои исследования, то обнаружил определенную линию. Полная божественность позволит вам ощутить силу бога и пройти через дверь легендарного царства. Я не совсем уверен, что это значит или даже имеет ли это отношение к данному храму. Вор пробормотал тихим шепотом. Он очень нервничал перед такой крупной фигурой, как Нирвана Флейм. Сердце Ни Яня трепетало. Пройти через дверь легендарного царства. Что это значит? Он вспомнил три осколка божественной сути в своей сумке. Могут ли эти фрагменты слиться обратно, превратившись снова в полноценную божественность? Многие аспекты Цанвицтеон не могут быть найдены в интернете. Даже подсказок в игре иногда было бы недостаточно. Из-за этого, как помнил Ни Янь, в его прошлой жизни у него было более 20 различных квестовых предметов, которые юноша хранил в своем личном хранилище. Поэтому молодой человек не слишком надеялся на этот божественный квест. Он оставил бы это на произвол судьбы. Ни Янь задавался вопросом, что это за место, где находится этот храм богини жизни. Ты, как тебя зовут? Спросил парень. Он не использовал непостижимое озарение для проверки имени вора. Вор растерялся от этого внезапного вопроса. Его лицо озарилось радостью, когда он нервно ответил. Им меня зовут Твайлайт Чилл. Твайлайт Чилл? Доброе имя. Я запомню это. Когда ты вернешься в гильдию, подойди к Ватчфул Снейлу. Я сделаю так, чтобы он удвоил твою награду и предоставил тебе достойный набор снаряжения для воров 130 уровня, сказал Ни Янь. Он мог сказать, что у этого вора, что сейчас стоял перед ним, был особый талант. Поэтому он решил дать Твайлайт Чиллу немного дополнительной поддержки. Возможно, он получит приятный сюрприз в будущем. Это-это все в порядке, босс. Я уже доволен тем, что могу помочь. Твайлайт Чилл чувствовал себя подавленным. Один из спутников Твайлайт Чилла ударил его по затылку. Идиот, что ты делаешь, отказываясь? Поторопись и поблагодари босса. Эти воры, как и другие игроки в племени невероятных людей, знали, что Нирвана Флейм был человеком своего слова. Все они считали это нормой. Итак, услышав слова Твайлайт Чилла, его спутники закатили глаза. На самом деле, этот парень, Нирвана Флейм уже дал слово, но он все еще пытался отказаться. Спасибо, босс, сказал Твайлайт Чилл от души. Это был огромный подарок для него, как будто мясной пирог упал с облаков на его колени. Твайлайт Чилл был преисполнен благодарности по отношению к Ниню. Это, несомненно, признание его навыков. Спутники Твайлайт Чилла бросали на него завистливые взгляды. Тем не менее, они должны были признать, что нет никого лучше в изучении и сборе информации, чем он. Это было важное качество, которое высоко ценилось. Я уйду. Если ты найдешь что-нибудь еще, сообщи мне напрямую, сказал Ниньянь. Прощайся со всеми. Он вошел в скрытность и направился в храм. Этот случай был просто кратким мгновением для Ниняя. Однако для Твайлайт Чилла это будет воспоминание, которое нужно беречь до конца дней своих. Твайлайт Чилл наблюдал, как спина лидера племени невероятных людей исчезла, и принял решение в своем сердце. Он определенно не подведет нирвану Флейма. После того, как юноша преодолел несколько сотен метров, перед его глазами наконец-то появился контур храма богини жизни. Вернее, руины. Некоторые из высоких сооружений, которые все еще оставались нетронутыми, позволили Ниньяню смутно представить, насколько величественным могло быть это место, когда-то величавое много лет назад. В настоящее время, однако оно было похоже на старика, давно миновавшего стадию своего расцвета, просто ожидающего смерти, которая должна была забрать его. Просканировав руины, Ниньянь заметил несколько силуэтов, бродящих вокруг. Вероятно, это были бандиты, о которых говорил Твайлайт Чилл, вариативные лорды. С таким количеством могущественных существ, собравшихся вместе, это место стало зоной смерти для обычных игроков. Если бы вы случайно ступили сюда, то, вероятно, умер бы, даже не зная, что именно вас убило. Посмотрев вдаль, Ниньянь увидел 16 больших обелисков посреди руин. Под этими белыми колоннами было несколько разрушенных структур. Вероятно, это было сердце храма богини жизни. Интересно, что там внутри. Когда он подошел ближе к храму, святой камень в сумке Ниньяня начал сиять ярким и нежным сиянием. Его сердце задрожало. Оставшаяся часть сета Тирана Абака была там. Ниньянь едва мог сдержать свое волнение. После получения по ножей концентрации у молодого человека будет полный комплект Тирана Абака. Легендарный набор 180 уровня. Это было просто невообразимо для обычных игроков. То, о чем можно только мечтать. Даже сам Ниньянь не смел верить, что это реально. Когда юноша впервые получил проблеск из тьмы, то не думал, что у него есть какой-либо шанс получить сеть Тирана Абака. Однако спустя почти два года, собирая кусочек за кусочком, парень наконец-то может завершить полный набор. С сетом Тирана Абака даже такие, как Ангут и Анши, не будут иметь эти ни надежды победить Ниньяня. Независимо от стоимости, даже если бы ему пришлось перевернуть все это место с ног на голову, Ниньянь был полон решимости получить по ноже концентрации Абака. Он решил исследовать все вокруг. Если молодой человек не мог сделать этого в одиночку, Ниньянь мобилизовал бы всех мастеров в гильдии, чтобы те помогли ему. Если этого все еще будет недостаточно, он мобилизует всю гильдию. Ниньянь был всего в одном шаге от завершения сета Тирана Абака. Это было достаточно оправданием. Молодой человек посмотрел на часы. Пришло время для выключения серверов. Он решил, что будет лучше войти в храм завтра. Приняв такое решение, парень вышел из игры. Как обычно, Ниньянь и Сия вместе посетили высшую военную академию. В перерывах между занятиями молодой человек проводил время в тренажерном зале. Личная сила, как в игре, так и в реальной жизни, имела жизненно важное значение. Он не мог позволить себе хоть немного ослабить. В полдень Ниньянь получил звонок от Мо Юнтяня. Генерал Юнтянь, как поживают Ван До, линии и другие. Они уже сдали отборочный экзамен для поступления в 12-й корпус боевых бронированных механизмов? Спросил Ниньянь. В последний раз он слышал, что отборочный экзамен был передвинут. Вот почему Мо Юнтянь срочно перезвонил Ван До и остальным, вызвав их на место проведения экзамена. Все уже должно быть закончено к настоящему времени. Это было два месяца назад. Результаты только что были предоставлены в общий доступ. 12-й корпус боевых бронированных механизмов принял 12 человек. Из этих 12 и 11 из группы Ван До. Ван До является одним из них. Другие генералы были полностью шокированы. Эти ребята, они действительно стали причиной моей гордости. Мо Юнтянь усмехнулся. Ниньянь мог сказать, что у того было очень хорошее настроение. Услышав результаты, молодой человек глубоко вздохнул с облегчением. С такими результатами, если Всемирное Объединение когда-либо столкнется с проблемой, мой Юнтянь обязательно вмешается. Я не знаю, как ты их тренировал, но когда Ван До и другие сражались, они были как кучка диких зверей. Не только 11 человек, которые получили признание, все они блестяще выступили и получили свои особые оценки. Ах да, эти ребята изводили меня, прося разрешения вновь увидеть тебя. Они уже должны быть в пути. Мо Юнтянь усмехнулся. После того, как они немного поболтали, Ниньянь вспомнил один важный вопрос. Он рассказал о своей встрече с Лю Тиньши и попросил Мо Юнтяня помощь в расследовании его личности. Молодой человек не осмелился рассказать что-нибудь о своей прошлой жизни. Итак, он был легок в деталях. Лю Тиньши, один из студентов высшей военной академии, Мо Юнтянь сомкнул брови, выражение его лица было довольно серьезным. Я знаю, кто он. Он не тот, кого ты можешь себе позволить провоцировать. Если что-то случится, даже я не смогу тебе помочь. Что касается его поддержки, то будет лучше, если ты даже спрашивать не станешь. Держись как можно дальше от него. Ниньянь понял, что Лю Тиньши на самом деле не был кем-то простым. Неудивительно, что он ушел на свободу после хладнокровного убийства Танья на предыдущем временном графике. Поскольку ситуация была такой, хотя он был несчастлив, он ничего не мог поделать, кроме как держаться подальше от Лю Тиньши и стараться изо всех сил, чтобы окружающие были в безопасности. Если бы они оба занимались своими делами, проблем не должно было бы возникнуть. Однако, если Лю Тиньши был полон решимости сделать из него врага, Ниньянь мог рассчитывать только на некоторые особые методы. Например, он мог бы нанять байонета убить его. Конечно, учитывая происхождение Лю Тиньши, это было бы огромным риском. Это решение должно было быть принято лишь в самом крайнем случае. После неоднократного предупреждения Ниньяни провоцировать Лю Тиньши, Мо Юн Тянь повесил трубку. Молодой человек вспомнил слова, которые Лю Тиньши сказал на днях. Чувство беспокойства заполнило его сердце. Что планировал этот ублюдок, Ниньянь должен был сделать некоторые приготовления. После того, как прозвенел последний звонок, парень позвонил байонету и рассказал ему о ван до линии других. Наемник только хмыкнул в ответ. Хотя байонет отказывался открыто это демонстрировать, он был невероятно доволен результатами. То, что ван до линии другие сумели поступить в 12-й корпус боевых бронированных механизмов, было отличными новостями. Ниньянь был в приподнятом настроении весь день. Когда наступил вечер, молодой человек вошел в Ценвецтеон. Он появился на окраине храма богини жизни. Немного изучив окрестности, парень активировал скрытность и вошел в руины, медленно продвигаясь вперед. Это была площадь за пределами храма, повсюду были разбиты разрушенные стены, а посередине была небольшая дорожка. Ниньянь заметил множество силуэтов, бродящих вокруг эльфов, людей, орков и даже трехметровых гигантов. Их классы были довольно разнообразны. Были маги, воры, воины и так далее. Однако все они разделяли что-то общее. На правом плече их одежды был изображен белый череп. Это был символ их группы. Поцелуй смерти. Увидев этот символ, Ниньянь вспомнил легенду о поцелуе смерти. Это была группа бандитов, образованная беглецами со всего континента. Они были чрезвычайно сильны с десятками тысяч членов под своими знаменами. Они присутствовали в каждой стране. Армии Веридейской империи и империи Сатрин пытались окружить их несколько раз. Хотя бандиты понесли тяжелые потери, они не были уничтожены. По слухам, их сформировал легендарный маг из человеческой расы. Эта организация имела глубокую и сложную историю. Мало что было известно об этой организации бандитов. Ходили слухи, что они накопили пугающее количество сокровищ. Места, где они появлялись, часто привлекали многочисленных игроков, что приводило к захватывающим масштабным сражениям с несколькими десятками гильдий, сражающимися с несколькими лордами. Также всегда была армия соло игроков, скрывающихся в сторонке, в надежде получить легкую прибыль. Тем не менее на предыдущем временном графике было невозможно представить даже одного или двух вариативных лордов, не говоря уже о том, что совершенно ничего не было известно об этом храме, который изобиловал ими. Если бы Ниянь решил зачистить это место, ему пришлось бы заплатить высокую цену. Чтобы минимизировать потери, он решил пойти один. В настоящее время поцелуй смерти еще не приобрел известность среди игроков. Игроки просто не были на достаточно высоком уровне, чтобы встретить этих бандитов. Но это был только вопрос времени. В этом районе областью в сотню квадратных метров было не менее 60 вариативных лордов. Если бы Ниянь потревожил хотя бы одного из них, то был бы окружен и скован ими всеми. Ближайший к Нияню вариативный лорд был трехметровым гигантом-воином. У него была большая дубина с зубами волка. Тело гиганта было огромным и крепким, как железная башня. Каждый его шаг вызывал землетрясение. Гигант-воин медленно подошел к тому месту, где прятался Ниянь, высматривая злоумышленников. Если кто-то попадет в поле его зрения, они будут немедленно разбиты до состояния мясного фарша. Воин-гигант все сильнее и сильнее приближался, 20 метров, 10 метров. Ниянь поспешно осматривал свое окружение. Рядом с ним была куча обломков выстоев 5 метров. Юноша прыгнул за нее и активировал свои навыки улучшения маскировки. Когда гигант-воин прошел мимо груды щебня, он остановился и посмотрел на местонахождение Нияня. Молодой человек задержал дыхание. Воин-гигант не обнаружил ничего. Он обернулся и продолжил патрулирование. Увидев уходящего воина-гиганта, Ниянь вздохнул с облегчением. Он быстро рассчитал путь вперед. Пути монстров были установлены таким образом, чтобы они никогда не были на расстоянии более 10 метров друг от друга в любой момент времени. Пройти мимо них незамеченным было бы невероятно сложно. Взглянув на окно своих навыков, Ниянь улыбнулся, так как у него появилась идея. Он активировал карликовую трансформацию и уменьшился до трети своего первоначального размера. После этого парень активировал все навыки, которые увеличили его скрытность. Он вышел из-за груды обломков и медленно начал продвигаться вперед. Немного впереди было несколько человек и воинов-орков. Они собрались вместе, болтали о чем-то. Слева от них находился человеческий священник Тини, внимательно осматривающий окрестности. К счастью, они ничего не заметили. Иллюминация или светящаяся метка немедленно положит конец его надеждам пройти сквозь это место незамеченным. Помимо священников, было несколько орков-друидов и шаманов. У них также были навыки, позволяющие видеть сквозь скрытность. Если бы даже один из этих многочисленных вариативных лордов обнаружил Нияня, все они бросились бы преследовать парня. Чтобы не предупредить этих вариативных лордов, молодой человек был чрезвычайно осторожен на каждом шагу, всегда держась на определенном расстоянии от них. Пробравшись мимо более чем 30 вариативных лордов, Ниянь двинулся вперед, только чтобы обнаружить еще 20 противников впереди. Что касается дальнейших расстояний, их было еще больше. Молодой человек насчитал несколько сотен вариативных лордов, и многие из них были заклинателями. Если бы он мобилизовал силы гильдии, он даже не мог представить, какая битва могла бы здесь разразиться. Ниянь сделал несколько шагов вперед, когда два человеческих мага и эльфийский вор подошли к нему. Дерьмо! Какое ужасное время выругался молодой человек. Вокруг него были вариативные лорды, некуда было сбежать. Ниянь осмотрел окружающее пространство, прежде чем сосредоточиться на куче обломков. Не задумываясь, он двинулся, чтобы спрятаться за очередной горой обломков. Два человеческих мага становились все ближе и ближе. Ниянь контролировал свое дыхание, пытаясь замедлить сердцебиение. Десять метров, восемь метров, шесть метров. Два человека мага остановились в пяти метрах от Нияня. Они просмотрели окрестности, но не нашли следов нарушителя. Отлично! Ниянь ухмыльнулся. Уклонившись от взглядов двух человеческих магов и эльфийского вора чуть дальше, больше ни о чем было беспокоиться. Наконец он понял, что вышел из этого опыта скорее напуганным, чем обиженным. Как только он ослабил свою бдительность, позади молодого человека зазвучал звериный рев. Звук был страшно близко, всего в шести метрах. Сердце Нияня затрепетало. Когда он обернулся, то оказался лицом к лицу с массивным медведем Гризли. Его глаза размером с медные колокольчики смотрели на него. Этот медведь был преобразованным друидом. Дерьмо! Дерьмо! Ниянь сразу понял, что случилось. Он быстро перешел на быстрый бег и попытался сбежать. Гра-э-эр! Медведь издал глубокий рев и бросился на Нияня. В одно мгновение каждый вариативный лорд поблизости был предупрежден и переместился, чтобы окружить Нияня. Все вокруг молодого человека были вариативными лордами. Их было как минимум 50 существ, а ближайшие находились уже всего в нескольких метрах. Ледяной дождь. Град безумия. На Нияня обрушился поток заклинаний. Вариативные лорды ближнего боя заблокировали ему пути побега. Молодой человек вытащил неизвестный свиток перемещения и попытался активировать его. В тот же момент появилось уведомление. Перемещение с помощью неизвестного свитка перемещения не удалось. Ваша душа была заблокирована. Телепортация на большие расстояния в настоящее время невозможна. Ниянь посмотрел вперед, толстый шаман в малиновых одеждах только что закончил пить заклинания и снова опустил посох. Все эти вариативные лорды имели чрезвычайно высокий боевой и их понимание навыков не уступало таковому у лучших игроков. В некотором смысле они были даже лучше. Это было потому, что вычислительные способности системы были слишком мощными. Неизвестные свитки перемещения не сработали, и все пути эвакуации были перекрыты. Это было хлопотно. Увидев ледяной дождь и град безумия, устремившиеся к нему, Ниянь активировал теневой вальс и воспользовался мгновением неуязвимости. Бенг, бенг, бенг. Место позади него было покрыто льдом. Юноша даже чувствовал, как холодный воздух подкрадывается к нему. В этот момент два друида в форме медведей зажали Нияня в клещи. Он не мог двигаться вокруг их массивных фигур. Дерьмо. Я попался. Ниян не мог подавить нахлынувшие на него отчаяния. С таким большим количеством вариативных лордов, кишащих вокруг, он никак не мог убежать. Как раз в тот момент, когда эти вариативные лорды собирались начать преследовать Нияня, он активировал прыжок и взлетел на 20 метров в воздух. Многочисленные заклинания летели по воздуху, уничтожая небо. Друиды сразу превратились из своих медведей в больших черных орлов и поднялись в воздух. Ниянь должен был вот-вот полностью окунуться в поток заклинаний. Что мне делать? Молодой человек начал отчаиваться. В этот момент глаза Нияня упали на столб высотой около 10 метров. Парень выстрелил в него нитью паутины и с сильным рывком перевернулся. Ниянь активировал ползание, чтобы руки были липкими, с легким звуком по. Он прочно приземлился на столб. Уф, это было близко. Нияня прошибла холодным потом, оглядываясь через плечо на множество заклинаний, от которых он уклонился. Увидев несколько больших черных орлов, обрушившихся на него, молодой человек подполз к другой стороне колонны, затем спрыгнул, пролетев более нескольких десятков метров. Вариативные лорда за его спиной немедленно бросились за Нияним в погоню, двигаясь с целью окружить нарушителя. Эти бандиты были чрезвычайно быстры. Ниянь был вынужден использовать все навыки повышения скорости из своего арсенала. Он убегал от них более получаса, прежде чем, наконец, потерял преследователей из виду. Молодой человек вздохнул с облегчением, он спрятался за какой-то грудой обломков. Согласно описаниям Твайлайт Челла и других, в этой области сначала не было много охранников. Только после того, как некоторые из них были обнаружены, появилось больше мобов. Если бы это был только один или два вариативных лорда, Ниянь чувствовал бы некоторую уверенность в обращении с ними. С другой стороны, против нескольких сотен из них, даже если бы у него было три головы и шесть рук, это все равно было бы бесполезно. Вариативные лорды обыскали все вокруг. Не найдя никаких следов Нияня, они, наконец, разбежались. Пройдя через этот участок руин, Ниянь продолжал исследовать их, углубляясь в руины. Повсюду были разрушающиеся стены и сооружения. Время от времени он сталкивался с вариативными лордами 180 уровня. Они патрулировали повсюду. У этих вариативных лордов были чрезвычайно острые чувства. У Нияня не было иного выбора, кроме как спрятаться и ждать, пока они уйдут, прежде чем идти вперед. Иногда молодой человек просто сидел в углу в течение получаса ожидания. Ниянь потратил впустую почти весь день во внешнем зале. Наконец он оказался за пределами внутренней части храма. Он мог видеть несколько высоких обелисков примерно в сотни метрах от себя. Они поднимались в высоту примерно на 60 метров, и требовалось около шести взрослых мужчин, держащихся за руки, чтобы обхватить эти столбы. Вход во внутреннюю зону представлял собой пролет восходящей лестницы. Ведущий бог знает к чему или кому. Ниянь прошел за угол и посмотрел на вход. Его охраняли 70 вариативных лордов 180 уровня. Они были в группах по двое и трое и болтали друг с другом. Чтобы не быть обнаруженным, Ниянь немедленно отступил. Он начал считать. 67, 68, 69, 73. Дерьмо. Всего 73 вариативных лорда. Это просто настоящая попаболь. Так как так много вариативных лордов охраняют эту область, пробраться мимо них будет невозможно. Юноше придется сражаться с ними. Ниянь почувствовал головную боль. Как он собирался пройти этих вариативных лордов? Перебрав все свои варианты, Ниянь опустил свой взгляд на определенный навык. Маскировка. Этот навык определенно сработает. Но сначала он должен был убить вариативного лорда 180 уровня. У Нияня не было бы проблем с тем, чтобы...